Это дискуссионный клуб, посвященный, наверное, мою первую часть доклада будет представлять, это будет посвящено, в общем-то, классической, марсистской политэкономии. И вторую часть продолжит тогда, товарищ Ласточкин, уже касательно применения наших этих классических представлений в современном мире. Итак, на чем базируется современная политическая экономия, мы говорим о марсистской политэкономии, это прежде всего на трудовой теории стоимости. Трудовая теория стоимости говорит нам о том, что стоимость – это не есть что-то присущее вещам, непосредственно, например, стулу, дереву или какому-либо другому товару. А стоимость – это есть некоторая общественная функция, общественная характеристика вещей, которая проявляется прежде всего в том, что люди обмениваются своими вещами, товарами, и стоимость вытекает как раз-таки из того, что мы производим обмен, а обмен – это, в общем-то, социальная функция. Итак, вот у нас есть некоторый обмен товаров. Один центнир пшеницы мы меняем на две тонны жилета. Если мы хотим попытаться понять, почему мы вообще меняем центнир пшеницы и две тонны жилета, во-первых, это потому, что этому человеку у него есть пшеница, которая ему не нужна, которая ему бесполезна, но ему будет полезна две тонны жилета. Этому человеку не нужно железо, но нужна пшеница. И, соответственно, две тонны железа для него не полезны, а один центнир пшеницы полезны. Так? Хорошо. Такие характеристики называются потребительной стоимостью. То есть это некоторая качественная характеристика, которая описывает, что вот этот товар нам полезен, потому что из железа можно сделать там лопату, а из пшеницы там можно сделать хлеб. То есть это качественная характеристика, которая как раз таки характеризует наш предмет с точки зрения его природных каких-то свойств. Именно материален как предмет. Но мы не сможем обменять эти два товара, потому что знак равенства, который мы ставим, это операция математическая, а в математике мы не можем сравнивать различные величины. Мы должны найти что-то общее в этих двух тонн железа и одном центнире пшеницы. Это не может быть общее, не их качественные характеристики, потому что они различны. Это общее не может быть вес, объем, форма, потому что по очередной причинам, что мы не производим обмен чисто, исходя по весу. Общее у этих двух величин лишь то, что они являются продуктом трудовой деятельности человека. Соответственно, та величина, по которой мы обмениваем эти предметы, качественно различается с потребительской стоимостью. И такая стоимость называется миновой. И, в общем-то, когда мы говорим о стоимости в общем виде, мы уже говорим не о миновой стоимости, а о стоимости вообще подразумевает, что нас интересует как раз-таки вот эта интересная вещь. Итак, у нас есть обмен, и он развивался по следующим формам. Самая первая форма обмена – это люди в своих племенах обменивали излишки. То есть мне не нужно вот это вот, я производил-производил пшеницу, у меня осталось лишней пшеницы. С соседним племенем производили железо, и у них хорошо получилось сделать излишки железа. Взяли, договорились обменять. Второе – это когда, я уже знаю, что, в принципе, идет разделение труда, и, в принципе, вот конкретный ремесленник, он производит, скажем, какие-то кузнечные предметы, например, инструменты. И он их производит для того, чтобы их затем уже обменять на что-то. Такая форма производства называется уже товарной, когда некоторый предмет специально производится для обмена. Ну и следующая форма обмена – уже так называемая денежная. Откуда проистекает денежная форма обмена? Почему она вообще зарыгивалась? Представим себе кузнеца, который производит портного. Портного, который производит сюртуки. Он производит сюртуки, только сюртуки, а при этом потребляет там пшеницу, при этом потребляет, может, потребляет там пшеница, там ему нужен холст для его деятельности, там какая-то, возможно, инструменты, ему необходимо, он может обменять это на железо и так далее. Вообще, когда не было широкого разделения труда, когда более не было широкого количества продуктов, мы могли успокоиться на простом товарном обмене. То есть мы меняем один товар, меняем на другой. То есть портной взял, взял сюртуки, обменял их, получил какой-то другой товар и этим товаром. Но при усложнении производства мы вынуждены к чему-то прийти, к чему-то другому, потому что такие формы обмена нас уже задармаживают. Итак, мы говорим, что сюртук можно поменять на пшеницу, на холст, на инструменты, на железо и так далее. Но с другой стороны, если мы посмотрим на вот этот же обмен, с другой стороны, мы все вот это можем приравнять к какому-то единому эквиваленту. Здесь мы говорим о сюртуке. Истатически единые эквиваленты были, это был рис, скот, и в конце концов пришли к драгоценному металлу. Благородный металл. Благородный металл. Почему вообще нужен единый эквивалент, эквивалент на некоторое формы стоимости? По одной простой причине, что мы теперь не должны искать человека, которому необходим именно наш товар, а нам необходим именно его товар. Это очень сложно. Мы теперь можем обменивать на наш единый эквивалент. И в этом смысле благородные металлы очень сильно удобны, так как их можно долго откладывать, они могут накапливаться, при этом они не занимают много места. И они не теряли свои стоимости при хранении. И поэтому практически во всех цивилизациях, как или иначе, пришли к благородным металлам, как всему всеобщему эквиваленту. В конце концов, благородные металлы стали уже деньгами, то есть из них начали чеканить монеты для того, чтобы каждый раз им нужно было их взвешивать. И в конце концов заменили на бумажные деньги, так как стало очевидно, что законное нормативное регулирование денежного оборота и стоимости денег позволяет существенным образом облегчить процедуру. Итак, деньги являются формой уже непосредственно обращения и обмена. И в конце концов, вместо вот такого простого обмена товар-товар, у нас появляется формула товар-деньги-товар. При этом, сам основной посыл, сам основной смысл, то, что у этого человека, в конце концов, он меняет ненужную ему потребительную стоимость на товар, который представляет из него потребительную стоимость, и вот стоимости у этого товара. И у этого товара они идентичны и имеют денежное выражение в виде цены. Вот такое происходит обращение товаров. Помимо этого, также еще происходит обращение денег внутри этого обращения товара, потому что деньги тоже обмениваются. И поэтому это очень удобно, потому что деньги можно задерживать, деньги можно накапливать или иметь какие-то там резервы финансовые, потому что не всегда удается произведенный товар сам уже продать. И накопление некоторых денегных средств для покупки на прием селье в какой-то момент развития общества становится необходимым. Хорошо. Но теперь у нас возник такой вопрос. С развитием общества постепенно начали появляться слой ростовщиков и купцов, которые сумели производить следующие манипуляции. У них есть некоторая сумма денег. На эту сумму денег они покупают товар. И потом, после этого, у них этот товар продают и получают еще деньги. Почему они это делают? Почему мы производим вот этот обмен? Потому что потребительная стоимость этого товара существенно отличается от потребительной стоимости вот этого товара. Миновая стоимость у них одна, а потребительная стоимость у них разная. И в этом, в принципе, смысл товарного обращения. Мы не можем говорить о потребительной стоимости денег. Деньги измеряются лишь количеством. И, соответственно, почему купцы производили в самом начале капитализма вот такой обмен? Даже до капитализма, еще в древние времена. Потому что они, на самом деле, получали денег больше. Де плюс. Эта величина различается от вот этих денег. Ранние политэкономисты видели причину вот этого самого появления Де Плюса в финансовых махинациях. То есть они считали, что торговцы продают что-то не по своим стоимостью. И поэтому, в общем-то, получают эту прибыль. Манерс же исследует идеальный вариант. В самом начале ранее говорит о том, что товар не продается по своим стоимостьям. Это обязательно. Мы не будем брать, когда они не продаются по своим стоимостьям. Потому что от этого ничего серьезным образом не меняется. Допустим, рассмотрим такой случай. Есть христианин, есть купец, есть подмойник. И купец, на самом деле, вот этот вот самый жулик, который занимается спекуляциями и который, собственно, может продавать на 10% что-то дороже, а покупать на 10% дешевле. Было у христианина 40 сетнеров картошки. У купца было, получается, 90 шиллингов. У портного, допустим, там был 110 шиллингов. Купец покупает по заниженной цене у христианина картошку. У христианина становится 90 шиллингов. У купца становится 40 сетнеров картошки. У портного по-прежнему 110 шиллингов. Потом, по завышенной цене, купец продает картошку по-прежнему. Происходит ли здесь, в общем случае, движение товар-деньги плюс? Нет, не происходит. Давайте посмотрим, почему. Если мы будем суммировать количество стоимостей вот здесь вот, то мы увидим, что стоимость здесь не меняется. И что то, что купец приумножил свое богатство на 20 шиллингов, это всего лишь, так сказать, отклонение от закона стоимости. Но Макс говорит, что накопление капитала, накопление денег не является лишь уловкой в законе стоимости. И нам нужно смотреть не на то, что происходит вот здесь, потому что в общем случае это все уравнивается, а на то, что из себя представляет тот товар, который способен увеличить стоимость. Именно увеличение стоимости, а не вот эти денежные фруктуации. Для того, чтобы перейти было вот к этому вопросу, необходимым было, прежде всего, общественное развитие, и развитие именно сферы производства и слияния с товарно-денежными отношениями. Потому что в докапиталистические времена производство, которое было в основном натуральным, сельскохозяйственным, и, в общем-то, очень слабо взаимодействовало с товарно-денежными отношениями, и был купеческий капитал, который, вообще говоря, в нем не было никакого производства. Тогда появился наемный труд, тогда уже Макс смог вскрыть, в общем-то, все эти противоречия. Ну, мы не будем сейчас углубляться в историю, где вклад был принесен Адамом Смитом, где вклад был принесен Рикардо, и мы говорим о предэкономии уже активно, как сферонидорожей. Будем говорить, посмотрим вообще, что происходит при покупке такого уникального товара, как рабочая сила. Говорим о рабочей силе. Рабочая сила представляет собой вот тот самый товар в ображении «деньги», товар, деньги плюс». Итак, у капиталиста есть деньги. Он на эти деньги покупает товар рабочую силу. Так как он покупает товар рабочую силу, значит, должны будут действовать вот такие же правила, как и здесь. Итак, потребительная стоимость. Почему рабочая сила является потребительной стоимостью для рабочего, не является, а для капиталиста является? У рабочего нету средств производства, и поэтому для него, его сама рабочая сила, например, не представляет никакого интереса. Ему интереснее эту рабочую силу продать и получить деньги, на которые он сможет купить уже необходимую ему потребительную стоимость. Почему капиталисту представляет рабочая сила потребительную стоимость? Во-первых, потому что она участвует вот в этом обращении, он позволяет увеличивать количество денег. А во-вторых, потому что он имеет средства производства, на которых эта рабочая сила, возможно, работает. Что такое миновая стоимость денег? Это, в принципе, понятно, это просто цена. А что такое миновая стоимость рабочей силы? За что вообще платят? Это как и стоимость любого другого продукта, товара, количество труда, вложенного в производство этого товара. Чтобы произвести рабочую силу, необходимо, получается, питание, одежда, культурные потребности, содержание семьи, потому что рабочая сила обязана воспроизводиться, иначе ничего не будет работать. Ну и определенные исторические моральные аспекты, чтобы, например, чтобы человек, вообще говоря, согласился работать за эти деньги. Это очень важно, потому что это, вообще говоря, основа, почему у нас различные потребности у разного рода работников и национальные различия в ходе, ну, в стоимости рабочей силы. В общем-то, рабочая сила, как самый сложный товар, ради которого, фактически, происходит все потребление, очень в себя впитывает множество-множество разных факторов, поэтому это, в общем-то, один из самых тех товаров, которые различаются по цене в мире, по отраслям и так далее. Итак, но продает ли, после этого происходит вот ли такой обмен? Нет, такого не происходит, потому что капиталист, купив рабочую силу 8 часов, производит на самом деле продажу не этой самой рабочей силы, а результата труда этой самой рабочей силы, то есть продукт труда. Чтобы продать продукт труда, в общем-то, рабочая работа производит продукт труда, и этот продукт труда продается. И основное свойство, которое как раз-таки полезно капиталисту, свойство рабочей силы, это то, что она производит больше, чем непосредственно сама стоит, потому что уже продукт труда, стоимость его гораздо больше, чем необходима для рабочей силы. Это, в общем-то, исходит из древних времен, когда все первичное накопление племенной собственности, затем уже и государственной собственности, возможно, стало только потому, что люди стали производить больше, чем им необходимо. Соответственно, переход из такого первобытного царства необходимости в царство там уже рабство произошло, потому что раб может производить как раз-таки больше, чем он потребляет. И что, собственно, есть такое прибавочная стоимость? То есть мы говорим теперь о том, что у нас есть товар, деньги, товар, деньги, деньги плюс, и некоторая величина, вот это, собственно, D. И величиной D как раз-таки и принято называть в марксизме прибавочной стоимостью. Ну и в заключении, здесь можно много говорить уже о том, что такое... Нет, давайте все-таки скажем, да, о том, что же все-таки является капиталом. Чтобы вот это все произошло, чтобы произошел сам факт рождения, рождение этой стоимости прибавочной, нам необходимы вот некоторые вот эти товары, да? Не одна только рабочая сила, не одна только рабочая сила производит у нас прибавочную стоимость. Она не может просто так работать, если нет, не будет средств производства. Поэтому общий обмен можно распределить вот так вот. Деньги, рабочая сила, деньги плюс, и деньги, средства производства, куда входит сырье, и, соответственно, износ оборудования, износ станков и так далее. И вот это все, то, что нам, в конце концов, позволяет произвести добавочную стоимость, есть капитал. А это деньги, это есть авансированный капитал или денежная форма этого самого капитала. И, в общем-то, это показывает, что, имея достаточное количество денег, капитализм нам позволяет эти деньги увеличить. И не обязательно, в конце концов, их деньги пускать непосредственно сюда. Мы можем там работать через торговый капитал, через расставщический капитал. Но если мы рассматриваем производство, мы рассматриваем вот эти две части. Но мы знаем, что только рабочая сила обладает такой уникальной способностью, что производит вот эту самую добавочную стоимость. Поэтому вот эта часть производит добавочную стоимость, а средства производства и сырье просто переносят свою стоимость постепенно туда же, не производя никакой добавочной стоимости. Ну и поэтому это называется переменный капитал, потому что в нем происходит изменение стоимости, стоимость меняется. А это поставим капитал. В общем-то, я думаю, что мы на этом кратко-кратко закончим. Соответственно, здесь уже можно говорить о выводах, что там происходит при изменении. Но общая схема самого капитала, так как мы будем о нем говорить, такова. Если есть какие-то вопросы, задавайте. А сам капиталист является рабочей силой? Смотрите. У Маркса, я, к сожалению, не процитирую, а у нас там капитала нет, у Перлтума, очень есть интересные такие рассуждения. Капиталист думает, что он производит рабочую силу, производит стоимость, является рабочей силой, потому что он начинает управлять и надсматривать над своими рабочими. И это, в общем-то, позволяет ему как раз-таки вот эту вот добавочную стоимость, это его труд и прочее. Но в ответ на это его управленец и надсмотрщик, которые работают на него, пожимают плечами и говорят, что на самом деле нет, и не управляющий, не насматриваешь. И в этом есть некоторый этнический аспект, что капиталист, безусловно, не может, в конце концов, отделаться от той части труда, которую он вкладывает для того, чтобы вот это все функционировало. Он не создает чаще всего новой стоимости, но, как и всякие уголтера и прочие уголленцы, его труд является необходимым для того, чтобы вот это вот все функционировало. Но капиталист-то потому и не является наемным рабочим, потому что он имеет доход совершенно иным образом от того, как имеет доход рабочий. Что его доход, это просто, говорят, вот это обращение деньги-товар деньги. А его труд может быть там соизмерен по его, так сказать, потребностям, да, вот этим вот, или он может быть заменен трудом какого-либо управляться, и это можно посчитать, да, и мы получим, что на самом деле, там его можно посадить на зарплату, да, и, тем не менее, останется вот эта добавочная стоимость, которая будет вызываться из того, что рабочая сила, она оплачивается, ну, что у нас есть, собственно, при бабочной стоимости. То есть мы можем выделить у капиталисту некоторый его, так сказать, полезный его вклад, но это не что по сравнению с тем, потому что он получает свою прибыль непропорционально своему дружбу. Так получается, то, что он вначале внес, то есть сделал, то есть он имеется только капиталисты, которые ничего не делают, ну, паразит, можно говорить. Ну, да, то есть... А все остальные, они, в принципе, в общем-то... Так как они постоянно наращивают свой капитал, а делают, в принципе, стойко же, не стойко же, то есть, ну, в общем-то, это можно посмотреть на современную экономику, где капиталисты уже почти ничем не занимаются, потому что за них все делают тот же топ-менеджмент, который получает бешеные зарплаты. И, опять же-таки, эти бешеные зарплаты он все равно получает с прибавочной стоимости, а сами капиталисты, они готовы заплатить большие деньги, лишь бы вот просто сидеть на этой бочке с деньгами, а пусть там люди за них что-то решают. Ну, в большинстве случаев так. Мы не можем полностью отделить вот в ходе этого процесса капиталиста от его функции управления деньгами и просто получения денег, но, тем не менее, мы указываем, что вот доходы его непропорциональны, за его задачи ему трудно. Так, получается, что капиталист деньгами уже на каком-то этапе перестает управлять, потому что доправляют, собственно, управляющие. Да, в большинстве случаев... Ну, так по всей лойке, если он выкинул себе цепочку, то ничего не изменится. Да, собственно, об этом и говорит Марк, что как, знаете, как вот демон Лапласа. Знаете, что такое демон Лапласа? Это Наполеон... Лаплас пришел к Наполеону и говорит, что вот я придумал свою систему, где весь мир движется, весь мир состоит из маленьких частиц, и все эти частицы двигаются по определенным законам. Ну, у него такая механистическая была восприятие мира, свойственное на то время. Он говорит, ну, вот если мы возьмем, запишем все наши частицы, все их состояния, всем, то чисто теоретически мы можем предсказать, что будет дальше. То есть, мир как механическая система. И Наполеон спросил у Лапласа, а где же в этой системе кохот? А Лаплас сказал, а он здесь не нужен. То же самое и здесь. Конечно, мы не можем сразу отобрать у капиталиста функции вот этим управлением и деньгами, да, но в конце концов получается, что, в общем-то, здесь капитализм, ну, не нужен. Что всю основную стоимость, она производится вот здесь вот. Ну так, по логике событий, те, кто деньгами управляет, то бишь управляющие, его как раз и... Нет, управляющие это тот слой, который обеспечивают вот это все движение, но, тем не менее, они сами сидят тоже на прибавочной стоимости, в большинстве случаев. Если вы посмотрите на топ-менеджмент, если вы посмотрите на тот же самый топ-менеджмент, то он получает вешеные деньги, и просто слушает интересы капиталистов, и у них интересы как раз пятьми. Вот. В этом все дело. Если за базой взять предположение, что каждый хочет денег, чем больше, чем лучше, то тогда им все-таки выгоднее избавиться от ненужного потребителя. Ну, они же понимают прекрасно, что тогда и от них самих избавиться, как бы они не надо. Они, конечно, тоже не очень нужны потребителям, в том плане, что управление, что они совершают управление, как-то и за довольно, за большие дни. Интересно, товарищи. Только не будет, чем больше дни. Ну, это уже вопрос, как мы говорим о управлении, да, то есть... Да, да, да. Вот. И я для товарищей, да, мы разбираем. Основы, там, и трудовой теории стоимости, поговорили о том, что это был капитал, дошли до момента переменного состояния капитала. Я думаю, что на этом, так сказать, напоминание, краткий обзор нашего разговора заканчивается. Вы привели пример капитала, который основывается на производительных силах. А если говорить о финансовом капитале, как это все выглядит? Финансовый капитал. Если мы говорим о финансовом капитале, не зря Маркс вообще финансовый капитал рассматривает сам концепт. Встретил кто-то. Почему? Потому что как раз-таки финансовый капитал помешал правильному восприятию этой схемы. Теперь, если мы говорим о некотором правильном восприятии этой схемы. Сейчас я посмотрю. Здесь все будет списано. Здесь все будет списано. Если мы говорим о капитале, о его разных видах. То прибавочную стоимость, вообще говоря, разделяют между собой разные капиталисты. Прежде всего, это капиталисты, которые непосредственно связаны с производством. Во-вторых, это земельная аренда. Земельные арентье, которые сдают в аренду какие-то площади. То есть, это их способ увеличения этой стоимости. А в-третьих, это уже непосредственно финансовый капитал. Финансовый – это все, что касается кредитов, все, что касается рынка ценных бумаг, акций и прочее. То есть, у людей есть деньги, и они за некоторый процент. То есть, вот есть вот общий конвейер производства некоторого товара. Даже можно всемирное обращение взять, да? Они за некоторый процент отсюда готовы предоставить вот этим ребятам непосредственно производителям средства для того, чтобы разделить с ними часть процента. И вообще вся финансовая, финансовые вот эти игры, финансовые биржи, рынок ценных бумаг, кредитный, ростовсический капитал, кратко можно охарактеризовать так, что это способ увеличить стоимость своих денег, авансируя их в производство не напрямую, а вот при помощи кредитов, акций и прочих. В конечном счете, на сегодняшний момент мы говорим о том, что финансовый ростовсический капитал, банковский, уже напрямую связан с производственным капиталом, так как рынок ценных бумаг, рынок акций, рынок, в общем-то, вот эти все фонды и прочее, они напрямую финансируются банками, да? Производство постоянно завязано на банках, постоянно завязаны земельные рейки, и уже, по сути говоря, найти, кто кем конкретно является, очень и очень сложно. Обычно, если мы берем какого-либо крупного бизнесмена, он всегда имеет землю, он всегда имеет какие-то бумаги, у него еще есть непосредственно свои заводы, и он постоянно совмещает, и вот эти все разные формы капитала, это всего лишь разные формы движения денег, товар денег. Ну, все-таки, как финансовый капитал на данном этапе определяет развитие? Определяет развитие чего? Ну, в общем-то, того же. А, ну, если мы говорим уже непосредственно о финансовом капитале как определяющем инструменте, да? Это уже эпоха у 20 века, она связана с тем, что... Повторите вопрос еще раз, как финансовый капитал? Влияет на развитие общества. Влияет на развитие общества, ну, достаточно... И той же производительной силы, в частности. Достаточно общий вопрос. Почему, может быть, спросить, почему финансовый капитал стал играть более заметную роль в свое время? И можно как угодно структовать, просто вы привели в развитие маршизм, да? Маршизмскую теорию на базе обязательных сил с ростом, да? По форме там вот деньги-товар-деньги, да? А вот для финансового капитала как это все работает? Ну, в принципе, он работает по той же схеме деньги-товар-деньги, да? То есть у нас есть деньги, некоторые деньги, и вместо того, чтобы напрямую покупать рабочую силу, мы их посредством каких-либо финансовых операций финансируем через них производственного капиталиста. И уже производственный капитал покупает там непосредственно рабочую силу и производит уже дополнительную, ну, там происходит дополнительное, производство дополнительной стоимости, которая делится между этими капиталистами. Все-таки формула-то работает в финансовом капитале? Если работает, то что является формой? Нет, если мы посмотрим с точки зрения финансового капиталиста, да, то мы уже можем говорить о форме деньги-деньги-плюс. Вот. Не соглашусь с вами. И потом объясню, почему, но в данном случае, пытайся все-таки отойти вот от этой формулы, от того, что Марс предложил. Ведь она достаточно глубока в том плане, что она характерна не только для производительного капитала, но и для финансового. Как вы думаете, на ваш взгляд? Я потом обоснусь с точки зрения, но мне хотелось бы спросить от вас. Как вы видите с точки зрения Марса? С финансовым капиталом. Конечно. Ну... Женя, ты доходил у лектора? Нет, 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 погодите. Вопрос хороший. Да. Ну, давайте рассмотрим, получается, на... Итак, у нас есть финансовый капиталист. Он, соответственно, отдает под некоторый процент деньги, ну, деньги кому-то, да? И в таком общем виде. И через некоторое время получает увеличенную стоимость, потому что у кого-то там не получилось или не получилось создать новую стоимость. Так? Давайте сначала начнем. Дело в том, что есть спрос так называемый. Появился спрос в стране. Значит, появилась группа людей. Один придумывает комбинацию, как из этого спроса удовлетворить спрос и сделать деньги. А другой человек хочет удовлетворить население, накормить его. Так вот, эта группа людей собирается и начинает мыслить. Значит, на первом месте это люди, на втором месте это мысль, и на третьем месте это финансы. Потому что сидят у меня сейчас знакомые, там, грубо говоря, миллионеры, и они не знают, куда вложить эти деньги. То есть финансы, это как бы уже вторично. Но первично люди и их мысль. Например, вот в России сейчас тяжело там с продуктами остановить, с завода и так далее. Я сижу дома и мозгую, а как запустить завод? А для этого нужны деньги. Вот постепенно все вот так мы сейчас можем раскрутить. Нет, ну а роль-то именно... А финансовый капитал, это уже вторично будет. Понимаете? В нашем мире уже не вторично. Ну, не вторично. В нашем мире... Вы в прошлый раз сказали, что деньги не главное, но тем не менее, вот коробку поставили, там деньги надо было опускать как-то. А вообще-то, честно вам скажу, без денег, ни одна революция, ни одно предприятие, ничего не произойдет, не сделаем. Мы будем... Не, я не говорю, что деньги не нужны. Нужны. Поэтому давайте четко определение вставить. Сначала, постепенно, по цепочке. Это в конце лекции. Вы еще не отработали. Так, я потерял линию. И как, кстати, диалектика? Вот мы знаем, что все развивается по законам диалектики, о котором Марс придерживается. Опять же, как развитие капитала происходит и финансово производством согласно этой диалектике? Есть здесь диалектику? Конечно, мы знаем, что основная движущая сила марксизма, да, это диалектика. Ну, про философское понимание капитала. Вы сейчас струйте капитал с точки зрения политэкономии. А основу марксизма, чем у Глубинатов, как я понимаю, в том, что он взял философское понимание развития процессов общества и вложил один из важнейших механизмов, да, диалектика, из которого вышла та же эволюционная теория Даггана. Вспоминаю, да? Ну, он сначала взял диалектику и приложил ее к общественным процессам, чтобы никуда не его не делал. Ну, как вот общественная диалектика, это общественный процесс, это не выражается. Ну, если мы пойдем, да, то есть мы здесь, вообще говоря, если мы хотим вот прям вот за философию, за диалектику, то весь капитал маркса строится, но, в общем-то, в ходе, который напрямую связан с диалектикой, да, мы идем от нечто абстрактного конкретного, да. То есть мы здесь говорим не о цене, а говорим о стоимости, отметая всякие рыночные фруктуации. Здесь мы говорим о рабочей силе, а не о заработной плате, говоря о том, что заработная плата – это совершенно другой процесс, который мы должны рассмотреть позже уже как что-то более конкретное. И ровно так же, и вообще, сами вот эти схемы, самостоимость, сами понятия общественно необходимого труда, как некоторого среднего труда – это все диалектики, которые мы оперируем. В дальнейшем, при анализе конкретных случаев, мы показываем, что обнаруженные нами вот эти вот общие законы продолжают действовать и в ходе рыночных фруктуаций, и в ходе, так сказать, и в каждом частном случае, все равно те абстракции, которые мы определили, они начинают действовать непосредственно. Но сами абстракции рождены не просто из головы, как это было рождено у Кеннеля, а за счет наблюдения, прежде всего, диалектики, как развивалось общество, как развивался обмен, и вообще, именно из… как развитие производительных сил уже нам показывало… ну, и уже подсказал нам, как строим наши абстракции. А что, все-таки, такое отличает диалектика, да? Может, слишком их вам заранее показать? Нет, ну, если… Нет, ну, диалектики так копать можно на несколько часов завтра. Ну, мы же говорим, что производительная сила не развивается по каким-то законам. Да, да. То есть, эти общества происходят по каким-то законам. Вы правильно сказали, вегонистической теории лопасты. Да? И где же тут Бог? Возникает, естественно, вопрос. Вы стоите на инфеструете, к вам подходят предприниматели, спрашивают, так вы что против меня? И как раз мы тут должны аргументированно сказать, почему мы не против него или против него. И вот как раз у нас с вами есть некий базис, на основе которого мы должны дать ответы. Правильно я понимаю? Маркс нам в помощь, да, Капитал? Ну, мне хотелось бы услышать. Допустим, к вам подошел предприниматель. И что вы, может, лично скажете, да? Почему он для вас классовый враг или все-таки не классовый враг? Если как-то подойдет предприниматель, да, и спросит, почему мы там не против него как классового врага, да? Ну, если возьмем, мы крупного предпринимателя. Без личности имеется в виду, да, что… Да. Мы ему скажем, что вообще мы против капитализма, да, и по той причине и класса капиталистов, что эти люди получают свои блага только потому, что у них есть свои частные собственности, у них есть капитал. И этот капитал позволяет… На то, что их интересы противоречат, на то, что их интересы противоречат. Да. И то, что этот капитал, капитал позволяет им получать, получать прибыль, не доплачивая как раз-таки прибавочную стоимость рабочих. И даже как бы мы не пытались в рабочую силу продавать дороже, повышать стоимость рабочей силы постоянными запасковками, стачками, постоянными терками с капиталистами, приходом социал-демократического правительства, социальные гарантии. То есть мы повышаем стоимость рабочей силы. Но, как бы мы это делали и старались, всегда капитал будет работать по принципу «деньги, товар, деньги плюс». То есть нельзя ни по никаких условиях поставить капиталиста так, чтобы он не отчуждал прибавочную стоимость. Это смысл его существования как класса, это смысл его жизни. И поэтому устранение вот этого противоречия, если мы уже говорим о реалектике, между рабочим, у которого отчуждают прибавочную стоимость, и капиталистом, который всегда по закону как класс ее вынужден присваивать, оно не устранимо без уничтожения вообще вот этих всех схем. Нет, если мы говорим о капиталисте. chatify vid Если мы говорим о капиталисте. И я имел в виду все эти предприниматели. Что такое предприниматель? С pobre А предприниматель – это человек, который работает сам на себя. А у него есть деньги товарней ? Безусловно, потому что это универсальная форма. Это универсальная форма. И где здесь предприниматель? никого не занимает то он имеет некоторые товары в том числе и средства производства просто происходит и просто и продает с того момента когда он накапливает такое количество денег что позволяет ему увеличивать эти деньги уже отчуждая прибавочную стоимость с того самого момента как он начинает вот эти свои деньги которые получает путем продажи собственного труда гонять уже по этой схеме используя там земельную ленту используя там финансовые какие-то капиталисты в квартирке начинает на форекс или что идет с начала на это появление у него наемных работников но конкретно с людьми это ну да то есть потому он может он может не знаю там уже начинает потихонечку там квартирку возникает понятие класса противоречия если это не принципиально потому что он еще не совсем он еще не совсем попал в класс буржуазин он в него вот так сказать езжает он в него бежать ничего не имеем против мелкого мелкого буржуа кроме того что он пытается стать крупным буржуа вы понимаете что вы пропускаете главный противоречие с которым как раз вырастает классовая система главное противоречие это наем рабочей силы правильно вот в нем говорить только вы как раз тобой не хотите почему-то нем сказать именно в этой формуле что с какого момента появляется собственно говоря противоречия с того момента как начинается вот эта схема вы наняли ложечку с этого момента начинается классовое общество разрыв голоса в обществе антагонизм нем вот с этого момента уже начинается то давайте точнее кого вы нанимаете почему возникает противоречие это уже так сказать даже в каждом конкретном случае говорить когда 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 предприятие кого начинает нанимать и как начинает получать все это уже так сказать сведения конкретно в реальной практике они за долго до заведения бизнеса так любят буржуазию нет это вообще отличная тема ментом буржуазии у нее нет собственного классового сознания она находится между классами по факту в обществе есть только два больше класса про литерации буржуазии их антагонистический интерес понятно потому что буржуазия считает добавочную стоимость как было сказано это понятно но ментом буржуазии должна привыкнуть к одному из этих классов вот и все она не может быть сама по себе я хотел бы вам объяснить перейти к тому чтобы мы с вами входили мы же все-таки дискуссионки да но это и образовательные учреждения в том числе да для меня поэтому хотелось понять да откуда истоки вот этого берут почему когда мы говорим предприниматель ты неоднозначная для нас фигура да потому что у нее две два из направлений есть и влече для самозанятых который занимается преподавательским тропом в данной ситуации абсолютно или даже он услуги предоставляет пускай банков за большие деньги это одна ситуация но если мы говорим о том что у нас предприниматель начинает нанимать людей на южный уровень человека это уже эксплуатация в любом виде вы можете полностью выплачивать ту сумму которую вы заработали на этом человеке не полностью но это уже начинается с этого момента а дальше начинается нюанс а нюанс называется в том что мы не доплачиваем за ту деятельность да не доплачиваем деньги и собственно говоря кладем все в канат вот с этого момента начинается разднение по классам да начинается понятие эксплуатации начинается формирование капитала вот говоря вот когда мы говорим с предприятием мы должны четко мне кажется еще раз обозначить и спросить у него есть присутствует наемный тут если присутствует тогда в каком виде это очень важно потому что допустим моего прадеда сплатили за то что взял сироту и предложил поработать семье но поскольку другие колхозники восприняли это как эксплуатацию с уроками будущий комсомольцами и мне здесь не вот этот момент у моего деда крышку соргли вот поэтому объявив его кулаком и так далее то есть абсолютно жизненный процесс уже был просто к чему я подвожу что когда мы начинаем агитировать работать с предпринимателями а предприниматели на самом деле как ни странно это одна из более движущих сил в обществе опять же к диалетике возвращаясь мы должны не отпугивать их от себя говорят что мы ортодоксальны и мы вот вот каждого из вас на виллы на коле и так далее мы должны объяснять с чего где вы с нами где мы вас поддерживаем даже будучи потребительными да не коллективисты где мы вам должны стать вот есть на самом деле есть просто самозанятые которые объективно они вообще ничем не отличаются от обычного наемного работника да например не знаю там человек работает скажем в строительной фирме дать вам такой пример он допустим полгода работает ну как самозанятый да примет свои инструменты он просто ходит делать ремонты по квартире ну какие-то сложные да а другие там полгода когда у него мало заказа он нанимается в какой-то конторе он к ним работник делает все абсолютно то же самое его разницы нет его доход его заработная клада чуть ниже чем его доход у него меньше там издержки какие-то ему предоставляют частично оборудование ему ну и заказы тоже подвескинут для него то есть разницы нет вообще никакой по сути дела и его на самом деле тот доход который он получает как самозанятый в тот момент пока он самозанятый я могу заметить такой чем маркс был таким человеком который рубил горяча некоторыми местами особенно там письма и он говорил когда начинаешь читать что говорил маркс об инженерах очень простое понимание ситуации ты потому что и на заводе все действительно было так старший наемный персонал являлся так с называемым он говорил на смотришь это такой интересный техник мы сейчас можем быть рабочей аристократия на смотришь и прочих и что это за люди которые а вроде бы принадлежат классу бы рабочих они продают свою рабочую силу но эти люди как я уже говорил они обеспечивают функционирование капитала обеспечивают извлечение вот этой самой прибавочной стоимости и по этой причине они получают большие деньги это топ-менеджмент это различного рода начальники отделов да это те люди которые помогают они находятся в знании у капиталистов но это те люди которые помогают капиталисту извлекать прибавочную стоимость и поэтому они в общем-то даже процент с этой прибавочной стоимости когда уже говорил поэтому даже вот такой броский взгляд на производственные отношения нам ничего издает потому что мы смотрим что люди которых вроде бы капиталист нанимает они становятся на его сторону потому что он платит им очень много элементарный пример топ-менеджмент наших российских корпораций кто такой сечен сечен он уже конечно капиталист очень много денег которые у него там есть акции он вывозит капитал но прежде всего он этот капитал накопил благодаря тому что он просто топ-менеджер мы там знаем если мы возьмем негосударственную сферу мы знаем что есть топ-менеджмент против которых классические такие наемные рабочие но они не подвергаются эксплуатации потому что их зарплаты вообще говоря больше чем стоимость их рабочей силы за счет того что они они получают вот эти проценты от капиталистов ну и топ-менеджмент многие работают за процентов капиталистов управляющие рантье в том числе там всякие агенты да страховая система да они будут они работают многие откровенно прямо за процент и во многих случаях если они вы ближе у так сказать мелькушки они это буржуазии помогают что касается вопроса мелкой буржуазии да действительно все начинается с того что человек нанимает своих рабочих себе рабочих тогда уже мы можем говорить ну понимаете проблема в том что вот даже агитация агитация предпринимателя а то есть мы не должны говорить якобы предпринимателю что мы против него как вот какого-то класса во первых он не является частью прямо откровенно частью какого-то класса прослойка а во вторых как раз таки если он вот это все понимает вот это все понимает он будучи даже пусть эксплуатирует пусть получает много денег как какому деньги получает много денег но при этом он сознание имеет соответственно пролетарство потому что он понимает что допустим пусть вопреки его личные выгоди он хочет жить в равном обществе и и даже если мы апеллируем к тем самым производителем которые являются самозанятыми то я не знаю надо смотреть статистику долго речей остается в этой жизни самозанятым он либо попадает в одну сторону скатывается наемный рабочий либо начинает потихонечку подкапливать деньги и начинает расширяться и нанимать рабочих то есть выделять вот что-то вот этот не просто даже промежуточный класс а промежуточный этап жизни как самозанятой принципиально не стоит мы просто должны должны объяснять что мне кажется вот путь решения вот эти все проблем с агитацией да в том числе есть он нам пришел мелким и мелкого уже зима не должны объяснять что мы против людей как личности мы понимаем что в общем-то каждый живет пытается карабкаться как может и в общем-то где определяет сознание все развиваются так как им позволяет их жизнь мы должны говорить о том что мы против существования классов и есть откровенные люди которые будут нам мешать этому препятствовать если ты капиталист ну ты за нас соответственно мы не можем у них не скажем мы против тебя мы скажем мы против твоего класса и мы знаем что ты нам поможешь противостоять своему классу таких таких людей мы видим в сеченном пределах нет ну не к сечену мы видели людей я думаю в левом движении нам приходили люди которые занимаются бизнесом бизнесом занимаются при этом значительным образом или помогают движению и в общем то не говорят что вот вы все рабочие я против вас но я там приду к вам движение нет то есть вопрос приобретения сознательности конечно это бытие определяет сознание но иногда и человек может исходя из каких-то там романтических чувств да собственно стать или исходя из просто здравого смысла стать против своего класса буржуазии в этом ничего удивительного нет извините один вопрос вот смотрите все познается в сравнении мы прожили во время советской власти а теперь живем во время капитализма и мы можем сравнить значит смотрите что получается были богатые люди такие как мамонтов там морозов там все эти кто помогала революции но произошла революция их заводы аннулировали передали государству государстве было объявлено товарищи занимайте обочие места будьте красными директорами и хлынули красные директора на сладкие места что произошло за 70 лет советской власти вот эти красные директора обожать и они превратились таких же морозовых но скрытным то есть некоторые даже хитрили до того что они ну не бросали деньгами они просто нанимали девушек молодых себе там в роли секретарша другой еще использовали их ну условно как это самая публичных домах я так и знал директоров затем дальше они стали разлагать советскую власть они стали разлагать это общество и никто с ними не боролся причина в чем они подкупали всех следовательно деньги они делали власть или плохую или хорошую они манипулировали деньгами потому что у них заводы в руках и они снимают вот эту пенку то есть уже снимают не капиталисты а красные директора теперь смотрите что получается вы призываете к тому чтобы капиталист не нанимал рабочую силу а мы тогда возьмем советскую власть вот она взяла государство и наняла эту рабочую силу и во что она превратилась и я закончу извините я вам расскажу еще один раз я видел фильм такое о мультфильм называется он дракон если вы увидите посмотрите ситуация там такая дедушка сыноком едут и пашу землю тут удары гонга банк показано что это самое там император и значит некий дракон такой значит богатый всех людей мучает терзать ну короче вот этот буржуа капиталист а мальчики спрашивают дедушка а что это там за гонг это пришел великий этот силач который сейчас будет убивать дракона но показывает держаться драконом силач этот видеть убивает дракона и входит в его почивальню где стоят сундуки открывает туда и бриллиант и золото берет у него постепенно вытягиваются пальцы и он превращается снова в дракона вот смысл жизни а конечно я закончу следующее весь мир построен на плюсе и минусе весь мир даже человек состоит из матери и из отца все буквально следовательно если будет побеждать плюс не будет жизни гибель будет а если минус будет побеждать то же самое поэтому баланс в природе он и состоит из плюсы и минусы я все сказал да тут вопрос в такой классовой классовой сущности ссср это очень сложно кажется что было в советском союзе как там все было против опыта это у это очень широко искусство мы за опыт мы его прекрасно видимо это это отдельный там можно говорить множество я предлагаю если есть еще вопросы и позвать или если нету то соответственно евгений хотелось бы послушать никто против не в общем то если я что-то не доскал а думаю евгений это доскажет значит для себя я отметил какие вопросы рынке стоимость что и определяет товарный пятишизм рабочая сила как ресурс кривая спрос и предложение кто такие капиталисты бенефицианты и создатели ну тут судя по предыдущей лекции то есть основу будто на я хотел вас спросить я хочу пока что поговорить по капиталу капитале и о том с чему выйдет потому что как мы знаем мы переходим уже от производительного капитализма мы переходим в более интересную стадию финансовый капитализм то есть я буду говорить об этой части и собственно говоря как это влияет на все предыдущие мы должны понимать что маркс абсолютно четко определил развитие общества от обыкновенного обмена через рынок безденежного потом ввели понятие деньги а денег пришли в производительной силе это средневековая вся история феодализма начало капитализма и в конце мы пришли к финансовому капиталу сейчас всем миром про это стучит на финансовый капитал да это мы понимаем поэтому я готов вот за это рассказать а потом показать почему вот эта формула деньги товар деньги работают великолепно финансовый капитал то есть собственно говоря то с чем мы должны работать на мой взгляд как говорится хорошего построения врага надо знать в лицо вы узнаете со врага будешь поймете понимать что мобилировать в борьбе борьба начинается с идеи идея всегда обусловлено хорошей хорошей теоретическими базами теории хорошие вот мы должны вооружиться теории но теория в рамках классики она актуальна но актуальна просто сейчас надо дописывать как бы маркса маркс же не мог там все выписать хотя он сказал что должно все закончиться коммунизм и это абсолютно верно связи с тем что у нас в россии есть такое понятие научно-техническая революция то есть мы знаем потихоньку машина высвобождает рабочую силу что мы можем наблюдать в мире да и скоро будут в россии одна из таких наметок это введение талонов на питание с чем это связано да услышал такую не слышал в сша это уже давненько для того чтобы мы знаем прекрасно что сейчас капельна в данной научно-технической революции до состоянии рабочая сила высвобождается и с ней надо что-то делать либо ее надо ликвидировать либо ее надо кормить за бесплатно причем да дарить хлеба зрелище так далее мы переходим в самую интересную фазе когда компьютеры собственно говоря до восстания машины но становится как они сказки реальности были вот и финансовый капитал сейчас его задача диалектически развивались причем он уже тоже является антагонистом всего живого на земле да если мы говорим киотский протокол заражение земли и так далее то есть он тоже является той поцелуй которая должна во что-то переродить нашу землю опять же плюсов минусов не было ну все работают да мы должны понимать что сейчас происходит и как мы с возможно перейти к капитале только коммунизм потому что нас все время сейчас мозгами толкает вот сюда и нас как раз держит вот здесь литая верхушка нам объясняет вот эти вот эту форму но в рамках производительных сил где вроде бы нам все понятно что происходит здесь большинство непонятно начну с того что вы знаете периодом маслова до 10 процентов верхушечка среди до потребности человека он да и верху до самые высокие интеллектуальные потребности но не будет скрываться раскрою вам тайну дальней тайну что склонности к интеллектуальной работе обладает в среднем 10 процентов остальные все уменьшаются 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 я говорю о том что если взять перельман он один за перельманом следующее 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 это не теория гиббельса просто так вот смысл дальше идет вот в чем что на самом деле одна из проблем в том что работая по этой пирамиде просто не масло модель очень понравилось даже любую если взять шахматистом всегда будет 10 процентов общества кто играет шахматы всегда 10 процентов кто занимается лыжами и так далее это просто очень удобная модель для мышления так вот скажу больше основная проблема с чем мы связываемся прежде всего что вот это нижняя прослойка ей нравится голову забить товарным фетишизмом нежели сидеть и разбираться почему именно так устроено общество почему вот эти вопросы возникают и так далее и даже наши коммунисты с чем я столкнулся к сожалению находится вот больше здесь чем вот здесь потому что зачастую многие не знают только марксизм вообще не понимают основ и просто им нравится красный флаг красный флаг это помашка фетишизм поэтому кстати он ничем не отличается от того храма фетишизма который на линике находится так вот вернемся к этому можете по ходу если вот какой-то такой зажал задушил значит я хотел бы сказать о финансовом капитале если есть вопросы вот можете сразу набрасывать я буду говорить в рамках капитала потому что прежде всего надо понимать финансовый капитал это тот переходный момент когда общество вообще как цивилизация должна определить а где мы потому что если еще здесь было развитие цивилизации можно было сказать что она развивается потому что деньги товар деньги мы организуем рынок прежде всего на этом рынке мы организуем производить прежде всего сбыта спрос дальше мы произвели получили спрос получили производительные силы где они написаны получили формула деньги товар деньги и от этого мы перешли к накоплению капитала пришли к накоплению капитала в этот момент формирование уже самого капитала он уже не зависит он зависит только от того от рынка сбыта только рынка сбыта уже не товара денег мы переходим формуле деньги товар деньги только в понимании денег для нас деньги является товар и тот же они являются добавочной стоимость то есть вам пример уже все многие берут кредиты да вот я дал кредит под одну сумму снял под другую тринадцать процентов положено там вот эти три процента является прибыль вот мы и на это будет работать все банки то есть это спекулятивный мы называем спекулятивный капитал так вот спекулятивный капитала сейчас должен каким-то образом решить вот это разрешить эти классовые противоречия либо он должен довести противоречие до того чтобы от революции тогда финансы опять будет угромить до как семнадцатом году либо мы тогда опять приходим к тому что мы будем вот в это отношение и стараемся вот это товар и деньги товар деньги сделать вот это не 20 шиллингов а сделать их и 5 4 3 2 1 то есть приблизить к нулю его вот в этом сейчас возник возникнет противоречие самого финансового капитала что делать денег напечатано достаточно достаточное количество для того чтобы обеспечить в принципе всех сделать счастливыми даже по если вот каждому раздавать по пайке риса можно сделать в принципе вот такую норму как в корее все будут же кушать да естественно капиталисту это неинтересно но с другой стороны есть противоречие люди высвобождены их можно погонять и терруем революцию с небесной чем хочешь было бы желание и опять же деньги да мы делаем что угодно так вот возникает вопрос а что делать да либо людей просто вот убивать либо закармливать и потому что в чем проблема мы перешли понятию глобализма то есть если вот эта формула начинала работать на полянке на острове то сейчас вот это все работает уже на земном шарике собственно говоря мы приходим к тому что рынок перепроизводства и рынок он уже все распределен и сейчас в чем проблема россии мы ругаем россию за то что на торгуют ресурсами потому что все просто в мире она определена как ресурсодобывающая страна в мировом распределении рынка труда вот она добывает мы все тут нефтяники неважно чем вы тут не занимались вы для мира нефтяники кто-то еще есть допустим хай-тек просто да кусочек это да есть все и кусочек производства все остальное до мира мы являемся лишь сырьевой базы то есть нас так определили в мировом и все и опять же мы упираемся в то что рынки опять же рездизайн и опять же тот же нефть рынок нефти да вы не можете сейчас даже если у вас вам халявные недра вы все равно не выйти на рынок потому что там уже люди сидят то есть капитализм в итоге финансовый уперся и вот сейчас он должен это противоречие разрешить опять же произношло опять же интересное событие вот если мы говорим о капитализме как и бенефициарной системы действительно это 6 процентов налогов в россии 13 процентов производительной силы налог платит личный подоходный а те получается прибыль 6 процентов тут можно поругаться говорить о такие мироеды и так далее опять то самое интересное в чем что опять же а вот этой производительной силы что с ней делать потому что на самом деле вклад человека становится все время меньше и меньше и меньше в каком смысле если мы говорим о развитии технологий там до вклад большой но если мы говорим о репродукции той же обуви там вклад человека уже меньше но я веду коллективный вклад имеется ввиду у вас есть некий товар который вы хотите произвести но вот эту обувь мы не будем брать хай-тек где важна наука и так далее мы возьмем обувь в принципе обувь разработана тысячи лет назад концептуальные создали были пять тысяч лет назад мы ничего тут не поменяли произведет ее 300 рубка или 400 нам уже не принципиально если это будет шить компьютер еще проще имеется ввиду дт-принтер он же может сшить нам надо ну нам с вами как потребителю дпринтер сошьет человек мы не будем подбирать мы говорим о том что просто есть единственный человек это моделир который просто предложит нам ту модельку которая нам было бы интерес словом больше возник вот опять же вы если вы все равно не те производительные силы которые были обвязаны термин вклад да то есть в экономическом смысле вы понимаете на самом деле наоборот с трудом производительности труда человек производится больше соответственно его производительность труда растет правильно раньше один человек работал на одной машине теперь человек обслуживает 20 машин это что значит что вклад человека больше словом больше возникло вот опять же вы если вы взять советское производство и вспомнить это вязать самотальщица да она служила 20 станков одна а до этого из нити каждый сидел на станке и мы говорили о развитии советской экономики и перспектив да с точки зрения почему она более прибыльно и мы доказывали чем капиталистическая потому что мы умудрились сделать эти 20 станков которые таким образом их организовать производства что одна мотальщица в иваново наматывала достаточно за десять лет она работала поэтому мы собственно говоря и говорили что наша социалистическая система лучше всех в мире только поэтому хотя она отличала по сути своей ничем не отличалась от капиталистической системы по свойствам ее эксплуатации только единственное было различие что то прибыль присваивал себе капиталист а здесь мы сформировали бюджет совместно то есть вот это или собственно говоря все определяет стоимость товара опять же вот у нас есть можно ваши мы можем чему могу нагреть смотрите у нас есть обыкновенная формула все любят и все вопрос до кривая спроса до кривая предложение и всегда говорится в неком оптиуме допустим как продавец мы хотим продать подороже мы пошли сюда просто но есть кривая спроса и она говорит о том что готовы купить по этой цене столько-то по этой столько-то по этой столько-то и продавцу надо всегда определиться для того если мы говорим бриллианты золота тогда ему интересно вот этот сегмент если мы говорим по трепту нам интересно вот сюда цена определяется не факт безусловно прибыль у нас деньги товар деньги работает сто процентов и в деньгах в чисто финансах и работает действительно на формирование цены на продукты любой продукт действительно так и получается мы стремимся идти к той цене я вам пример приведу если на рынке обусловлена цена ниже вот допустим а ну вот у нас переизбыток это на вот перепродка как это были товарные руки до перепроизводства мы не можем фабрику убить хотя так и делалось никто не парился но тем не менее получалось так что мы не можем сократить большой производства соли советском сейчас даже пример вам у нас есть перепроизводство в некоторых отраслях мы не можем убить производства что просто на градообразующих вот тоже то или допустим вам пример нашего автозавтоваза да по той цене по которой они рекомендуют с тем качеством они нам в таком виде вообще не нужны они должны либо тогда улучшить качество и тогда искать свой сегмент то есть в руки это вложение так далее либо просто уйти с рынка забыть про это но мы государство этому не дают уже 20 лет почему потому что 30 тысяч заселения работает на этом заводе у градообразующих и мы имеем опять такой обидец который вот непонятно что с ним но это вот по сегодняшней экономики да поэтому бывает и цена определяет определяется спросом правильно и за словно наша страна рыночная или нет рыночная но для определенных сегментов но ясно вот у меня вопрос это возникает почему растут цены объяснение было простое рост значит цен на горючее потом рост цен на доллара а потом горючее стоит на месте цена растет цена растет не останавливает так чем определяет тогда в российской империи определяется сейчас эта цена цена определяется вашей покупательной способности не более так а пример вам почему сыграть трудовой стоимость мы как бы закрываем уставления и наставить трудовой нет она все работает просто я объясню у нас вы понимаете давно стоимость делится составляющая это и базовая стоимость которую вы взяли материалов убили вот это на стоимость потом вы добавили свой труд стоимость повыше стало да то есть мы слипились а дальше вы вышли на рынок и начинаете вот эту стоимость она варьируется стоимость варьируется если мы говорим о том что вот эти составляющие они даже вот эта составляющая вот это конкретно это константа потому что вы купили уже по этой цене купили да а если говорим о труде его можно поменять поменять лишь за счет того что вы сами не получили прибыли не на платье рабочих это варьируется величина а вот эта величина то что говорим о рыночной стоимости она всегда варьируется в зависимости от рынка рынок готов поглотить это по такой цене но мы в дуле называется да значит мы продали загнали по большой цене не готов рынок мы загнали по малым и таким образом у нас получается вот это вот издержки по сути своей да как бы мы не хотели а вот это наш решет и все зависит от того либо от самого рынка как он как он реагирует на вас либо от понятия нам есть понятие монополизм почему сейчас опять опасен монополизм и дальше коррупция потому что мы вот эту цену формируем уже искусственно она никак с рынка вообще не завязывается безусловно мы прибавляем мы прибавляем скажем так иногда производителю удобно работать особенно когда он захватывает рынок а почему он работает 0 не потому что у него благородство не потому что это как бы чудо какой-то это за счет того что вот этот капитал дал ему дешевые деньги и тогда приходит на рынок у нас допустим стоимость зачастую вот товар вот первый линейки она дешевле чем потом они загонят они сперва дадут низкую стоимость привлекут людей сформируют спрос и уже на этом спросе они начнут играть в цене и тогда те деньги которые они закладывали изначально себе они отбивают потом на спрос можно я сделаю небольшое замечание первых насчет переменного капитал переменной капитал не потом перемен и потому что можем доплатить не дор telemedra составляющая документальные составляюще Poss 수 수 и переменный капитал это то что изменили свою стоимость входит в свое функционирование, потому что происходит вот это самое производство стоимости человеком, да, это вклад в стоимость товара, в общем-то, да, он рапорционален вот этому переменному капиталу. Дальше, по поводу всех этих, так называемых, рыночных флуктуаций, всех этих спекуляций, это вещь, которая была всегда, она была и в момент Маркса, вот демпинг придумали, я думаю, где мы в Древнем Египте, потому что уже тогда, да, то есть как бы вы объясняете простые законы рынка, баланс спроса предложений, но в том-то и дело, что баланс спроса предложений, это баланс вокруг чего-то, это вокруг как раз раз-таки это стоимость, и, в общем-то, если мы говорим о капитале, если мы говорим о ходе абстрактного, конкретному, да, то мы должны, в общем-то, показывать, как у нас финансовый капитал работает именно в нашем абстрактном понимании, да, то есть как он работает в рынке, скажем, идеальной конкуренции. Это, 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 давайте сначала разберемся, как у нас финансовый капитал работает в рынке идеальной конкуренции, чтобы, а потом уже наверхим вот эти рыночные флуктуации, да, рыночные флуктуации мы отметаем, они нам сейчас не нужны, потому что они, мы можем сказать там о монопольной, о монопольной цене, это все неинтересно, это как бы все очевидно. Давайте поговорим о финансовом капитале, как он работает в рынке. Поговорим о сферическом коне вакууме. Да, да, да. Значит, смысл заключается в общем, что в идеальной системе вообще рынок, у рынка есть понятие конкуренции, в идеальной системе, да, мы понимаем в жизни это не всегда возможно. Даже в мировом рынке мы опять должны прийти о том, что у нас очень интересный фактор произошел, у нас исчезла вообще конкуренция практически в мировом рынке. И конкуренция выражается в десятый, допустим, в десяти процентов от того, что она могла бы быть. Если мы говорим о захватах рынка, в девятнадцатый век, допустим, где было все по-честному, приходили разные ребята, которые предлагали свои товары, можно было действительно выбирать что-то лучшее, то уже весь двадцатый век уже этому не позволят. Есть четкое разделение, вот нефти везде, вот в любом секторе экономики, вы увидите, есть четкое деление между конкретными пацанами, в каком проценте, кто чего предлагает. И, как правило, это соблюдается всякими связывающими организациями, вот, допустим, тоже АПЭК, вот сейчас договорились по пятьдесят долларов за баррель, и все тут. Если кто-то прыгнет в сторону, он будет на месте Ирана, потому что Иран захотел это сделать, его сразу под санкции подрезали и так далее. То есть сейчас уже чем опасен нам монополизм, собственно говоря, финансовый капитал, чем он опасен, тем, что он уже распределяет, еще раз, обязанности в мире. И мы, на самом деле, как ни странно, вот, опять же, Макс вот это четко работает, мы переходим в плановые экономики. То, что нам говорят, рынок определяет все, это ложь. Да, да, нам это уже капитализм настолько уже выродился, переродился, что он превратился в плановую мировую экономику. И, опять же, квоты на добычу любого полезного ископаемого, и продажи его на рынке, я уточню, да, не квоты добычи, а квоты продажи определяются плановой экономикой, допустим, вот этих вот АПЭК и так далее. Потому что все хотят получить свою долю в пироге, некуда продавать, кроме как на Макс, и они вынуждены уже между собой договариваться и так далее. Это, казалось бы, сугубо капиталистическая система с ее эксплуатацией и так далее. Вот как вы не знаете, то же самое финансовый капитал, он также уже разделил мир. И, допустим, чтобы прийти на новый рынок, он вынужден развернуть войну. Вот к вам пример, допустим, войны 19-го и 20-го века, это 14-й год, это раздел, да, передел, опять же, банковского сектора. Война с Гитлером, да, Вторая мировая, это опять передел банковского сектора. То есть, в чем это выражается, план маршала, если вы почитаете, это выражается вот в этом. Или, допустим, опять же, войны азиатских, Корея, Южная и Северная, да, разница лишь только на том, что на территорию Южной Кореи пришел американский и мировой воссадский капитал. Если мы возьмем чудо Японии, это Средневековье, по сути, и в Средневековье приходит опять, после победы, да, после двух бомб, кто приходит, американский капитал. И сейчас практически вся Япония с ее внутренним ВВП, собственно говоря, подвязана на американцев. Вот вам вот это вот влияние. Но самое интересное, опять же, надо опять разбираться, что такое финансовый капитал с точки зрения есть. Жесткие банки, которые, трастовые фонды и так далее, это ребята, которые делают вот так. Они вам дали деньги под один процент, да, вы их попользовали, неважно под что, развили новое производство, непринципиально, есть венчурный бизнес, можно от и доли, не просмотрели, просто вам денег дали в долг, да, получили обратно деньги с большим процентом. Вот на этот гешефт они живут, да, все, формула работает. Но самое интересное, сейчас они поделились с понятием инвестора. Это вообще отдельно объясняет, почему? Потому что оказывается, с капиталом, как вы правильно сказали, надо что-то делать. Ну, дали мы вам миллиард, вот любому, выдали, дальше что с ним? Вы ничего делать с ним не можете, потому что он должен двигаться. Поймите правильно, есть такой закон интересный, это закон инфляции. Дело в том, что вот сейчас Кудрин запел о том, что у нас низкая инфляция, 4%, в чем это плюсы и минусы? Плюсы в том, что вы можете больше купить товар, у вас не горит ваша зарплата, которую вам дали, да, вот в этой процедуре, вам выдали зарплату. Вот вы получили эту зарплату, и она у вас не горит. Для вас выгодно 4%, в Европе инфляция 4%, сейчас ближе к нулю, все классно, все хорошо. Но чем неудобна инфляция для экономики? Дело в том, что вас нельзя эксплуатировать за более дешевые деньги. Чем выше инфляция, тем меньше вам можно платить, вот в чем разница. И поэтому в чем она выгодна на самом деле капиталистам и всем? Капиталистам как бы не среднего класса, не производителям, я уточню, а капиталистам-финансистам. Потому что на инфляции они вот эту штуку раздувают вот-вот здесь вот. Почему? Потому что чем больше инфляция, значит тем дешевле сила рабочая, тем дешевле они могут купить продукты и так далее, и так далее. И таким образом уже финансовый капитал регулирует разбег инфляции. Хотя при этом, удачу, деньги будут сгорать. Но опять-опять интересный момент. Для того, чтобы инфляция работала, были введены бумажные деньги. Вы не можете сделать на золоте нормальную инфляцию. Вы знаете, что один бульден, один бульден будет стоить так-то, так-то. Но золото была не пьянся. Она есть, но опять же она есть в отношении чегов денег. Не важно. У чистого золота была не пьянся, когда она была в форме денег, да? Пока ограничена... Сейчас уточню. Пока ограничены вывод денег самих, я имею в виду, металла на какой-то рынок, пока есть ограничения, значит, деньги будут держать в цене. В чем полезен был Советский Союз? Неважно, он напечатал, неважно, каких фантиков, но он сказал, он столько будет, ни больше, ни меньше. Как хотите, так и крутитесь. То есть стабильность, количество денег. Как только мы начинаем играть с количеством, вот Ельцин сыграл в минус. Он никому не дал денег. Почему все стало экономика России? Потому что никому не дал денег, и люди не смогли произвести вот эту формулу. Все, все предприятия встали, все пошли гулять, все пошли за свой счет. Когда много денег, другая проблема. У нас тоже мы начинаем заставиваться, потому что начинается инфляция. Мы не можем потребить. Мы же тоже потребители. Мы же не можем съесть больше, в три горла сожрать, да? А мы перепроизводим продукцию. Тоже плохо. И инфляция нужна для того, чтобы съесть деньги. Вот что сейчас говорит Мудрин? Говорит, давайте сделать так. Разводим инфляцию, и вам меньше заплатим за ваш труд. И на этом, и сделав ваш труд дешевле, чем в Китае. В Китае сейчас, кстати, между прочим, труд сравнялся стоимость труда со стоимостью рабочего в Европе. Давайте вот сделаем таким же, чтобы вы сделали дешевле. И за счет этого сократим издержки на продукцию. Естественно, наши товары, которые пойдут на рынок мировой, будут, конечно, уже дешевле. Поэтому нам, интересный дефляция, еще раз уточню, она находится у нас в стране, эта инфляция. Наша внутренняя инфляция не интересует, не ставьте связанность с инфляцией в Европах, Америках и так далее. Можно вас немножко приостановить, да? Все-таки, у меня два вопроса. Первый вопрос касается, тут уж про время яйца, что он никому денег, что ли, не дал? Не давал. А вторая, 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 вторая вопрос все-таки. Вот я уже всего на вашем месте, и я вас спрашиваю, да? Финансовый капитал, да? То есть мы говорим, там, деньги давать деньги, да? Но все-таки, как он функционирует? Что вот этот вот за особый специфичный товар в финансовом капитале? Неужели это? Ну, по финансовому капиталу, как он функционирует? Допустим, вам... Скажите, да. И про Ельцина все-таки, да? Не забудьте про вопрос. А, хорошо. Почему? Я, про Ельцина, да, хотел бы. Дело в том, что у нас развал Советского Союза нужно было обусловить развалом, прежде всего, экономических отношений. Почему не произношло еды на прилавке? Потому что надо просто кому-то не дать денег. Для того, чтобы посадить что-то, вы должны откуда-то взять деньги, купить семена, посадить, да, семена вырастить, и потом продать. Получается, если я не дам вам деньги на семинар, вы не можете ничего вырастить. Да? А если я вам не дам, не заплачу зарплату, то вы не можете ничего купить. Вот мы с вами и встали. Мне не с чего выращивать, а вам не чем купить. Вот мы приехали. В итоге ноль. А это Ельцин. То, что вы говорите, как работать финансовый капитал. Да, очень просто. Вот, допустим, у нас есть национальный банк. Почему мы считаем, что это национальный предатель? Да, потому что Евроцентробанк и Европа... Нет, 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 нет. В схеме, без конкретных примеров, абстрактно. Финансовый капитал. Финансовый капитал должен дать вот этому капиталу. Есть два вида капитала. Есть производительный капитал, есть финансовый. Финансовый вид производительному 100% деньги, да, тот начинает, допустим, он хочет модернизировать производство или выпустить на рынок новый айфон. Что он берет? Он берет деньги, сформирует, платит науке за то, что она изобретение изобрела новый айфон. Дальше она покупает линии на эти деньги и затем пытается продать вам нам всем, да. Вот, собственно говоря, продав нам всем, собрав вот эту прибыль, она дает свой долг финансовому капиталу. И капитал получил те же 3 рубля, только с плюсом, да, и того 4. То есть руб он получил. И получил с кого он получил? Не советики, которые реализовали, а с нас с вами. Вот, это самый простой принцип. А дальше идет, самое интересное, есть понятие Центробанка. Почему я считаю, что это, ну, как сказать, враги? Потому что Центробанк Европы дает деньги банкам. У банков нет денег, вот по ВИЧ проект. Банк вынужден занимать эти деньги, а своих денег у него не так много. Он занимает деньги у Центробанка, а дает каждый день. Это называется ставка РЭПО. Вот он с утра взял, вещи нам отдал. Деньги взял, отдал. Так вот, он берет, наш Центробанк, который вроде бы мы владеется и так далее, и так далее, дает банкам коммерческим эти деньги по 10% годовых. А в Европе по 0%. И почему образуется ставка 13%? Допустим, вот если вы хотите в банк прийти, у вас 13%? Потому что 10% вы это должны отдать Центробанку. Он наживается, да? Хотя это А, не коммерческая структура вообще. И у него не должно быть цели извлечения. Допустим, если мы возьмем Советский Союз, был Центробанк, тоже же была такая организация. Она отвечала за количество наличности, да? Распределение наличности и за, ну, допустим, стареют деньги, они их перепечатывают и так далее. Ну, за состояние наличности. То сейчас Центробанк является абсолютно, при том, что он не должен извлекать прибыль, он извлекает прибыль. И получается, что 10-13% вы пришли и отдали потребительского кредита на банку, 10% банк отдал Центробанк, а 3% он забрал себе. Вот он и живет на эти 3%. В Европе этого нету. В Европе Центробанк дает по 0%. И что произошло самое интересное? Почему получилась такая, ну, самая интересная в российской экономике? Наши банки, чтобы не брать у Центробанка деньги, стали брать деньги на Западе. Потому что там под 0%, а у нас под 10%. Вот они пошли на Запад. И когда вот этот 14-й год хрякнул, и вот эти санкции начались, началась у людей ломка. Тут они имели халявные деньги за 0 рублей, 0 копейли. А тут надо пойти опять и получить за 10%. А там правительство жрунки-то выкручивает. Пододеваться людям. И вот они вот как раз и промучились. Про 14-й год. Интересная ситуация. Вы же знаете, да, скакнула у нас, произошел скачок доллара и евро, да? Ну, то есть, цены наших денег. Помните, да? Вот этот скачок. Шел, все, вдруг такое. А что случилось? А случилось то, что была программа правительства о том, что дать нашим фермерам деньги. Ну, замещение, мы же замещать должны, да, вот это все дела. Дал правительство, наконец, денег нашим фермерам, чтобы они подешевле производитель произведенному курсовку Мидоров. Он там как дал? Нам говорят так. Мы не имеем права держать государственные банки. Не знают, по какому причине, не можем. То есть, мы не можем, а наш банк не может дать беспроцентную суду, опять же, точно суду хотя бы, нашим производителям. Вот мы должны дать только через коммерческие банки, чтобы поддержать коммерческие банки. Не знаю, зачем поддержать, но их надо поддержать. Хорошо, мы поддержали. Что сделали коммерческие банки? Коммерческие банки пришли на биржу московскую и просто сказали скупать валюту. И те деньги, которые должны были пойти к производителю на того, чтобы произвести деньги, товар, деньги, да, с маленьким бешевством 3%, они просто скупили валюту. И таким образом, а дальше уже люди наши тоже побежали и сформировался вот это вот. так что он получил у нас вышла очень интересная ситуация если долго стоил 30 рублей ну я внутри по 35 то после этого он стал 60 рублей стоит то есть у нас стоимость денег два раза ровно опустилась вот казалось бы чем опять вот этот финансовый капитал виноват допустим в том же деструктивно влияет даже на производительный капитал тем что вот такой обычной спекуляции он вместо того чтобы развить под контролем государства дать возможность производителю хотя бы это сделать то он сделал вот это и вот этики мы с вами получили вот этот крест 14 года и вот поэтому финансовый капитал опять же мы о чем должны говорить о том что 1 центробанк российской федерации должен прекратить свои мошеннические действия и должен начать наконец-то чиняться хотя бы думе почему что ставка реклод каждодневно 10 процентов он должен давать под ноль нашему же производителю иначе наш производитель вынужден при опять же при низком спросе населения вынужден будет эксплуатировать больше оплатить меньше иначе был просто не попадет в прямую рентабельность они выйдет в ноль очень проблема одну секунду разве вот в этой комбинации за этой комбинации поднялся доллар так сразу два раза или есть еще комбинации остановили все заводы фабрики остановили рабочие не работают рабочие они питаются но не работают как это получается мы все делаем друг другу услуги но говорят каждая дома и дома выходит женщина я пошла на работу мужчина идет я на работу тоже какая работа все делают друг другу услуги заводы не работа следовательно деньги подкрепляется только товарной массой в основном если товарной массы нету а заводы не рабочие за что люди едят вот мы все за что мы же не производим ни картошку поэтому вот этот скачок и произошел потому что надо закупать товар я был в нью-йорке когда стояли два бирлинга которые взорвали я спрашиваю что это за здание 120 этажные а мне говорят вот это здание оно забирает по миру всю информацию по экономике записывают и там вот сидят а вот другое здание оно распределяет вот это вот все буквально товары не доводя в америку там идут распределяется то есть все устроено в этом мире вот почему вы того сильная организация то и мы стоим по стойке смирно перед ними не производим и нам говорят вы должны только заниматься вот сырьем и все и вот нас то и не опустили для чего ребята я это говорю запутываю вас для того что мы как агитаторы должны людям объяснять грамотно и правильно почему доллар поднялся в два раза почему нету жрачка почему растут цены почему почему мы будем тогда грамотно объяснять если мы будем отталкиваться вот от этого извини еще такой момент все-таки про центробанк да то есть мне чем эта песенка давно знакомо это я прошу прощения за это я так развивались идет из вы надеюсь не обираетесь на работу старикова о центробанке но просто как очень много людей подобные вещи говорят да то что это центробанк никому не подчиняется центробанк у нас не так в центробанк по конституции подчиняется дело в другом понимаете в чем вопрос в общем то ставки центробанка почему центр банк когда понизит ставку в чем выглядит как бы наш человек да то есть это получается кредиты будут меньше и потечное кредитование будет меньше да то есть вы говорить о ну да проблема нас его капитала это не только банковский капитал который кредитует бизнес и который который кредитует идти и эмоции кредитований и соответствует давание то есть банковский капитал он прежде всего финансово капитал когда он прежде всего кредитую бизнес и но в общем то финансовый капитал существует для того что вы кредитами нет мы не для этого а дело в том что у нас только с членом чтобы столько и подъехать нынешние в нынешней его формации опять же интересно формация если первичная его задача была обеспечить это производство просто дать возможность выпуска даже новых продуктов или цена для захвата рынка дать денег больше до чтобы выбирать это и вынести покупает сейчас он перешел в другую стадию вечер нравится она это новая вид арабства да но приходим не феодализм как многие шутки феодализм у нас просто местечко в россии а мировом с понимание слова мы переходим опять вернулись состояние рабовладельческого строя то есть финансовый капитал выдавая деньги казалось бы производителю на самом деле он опять идет на рынок и приходит к вам потребителю и в итоге он его задача дать деньги через вот эту цепочку вам не важно в каком виде виде товара вот вот это вот допустим храм фетишизма я называю отличный пример того что во первых пирамиды 10 процентов зачем думать когда хотите исправить настроение я пошла купил и вот это так это раз второй момент сейчас задача деньги доставать вот эта цепочка достает деньги у низкого человека потребитель поэтому задача финансового капитала инвестировать в идею такую которые за которым потребитель захочет либо купить либо взять в долг то есть допустим я я лично не согласен знаете такой момент почему вообще откуда пошло вообще финансовый капитал производства и прочее я подтверждал и не услышал этого финансовый капитал это движущая сила чего это не движущая сила просто капитализма это движущая сила такой вещи как империализм влияние финансово-производственного капитала приходит не тебе в дом тебе дают ипотеку а основная задача финансового капитала во всем временам было это поглощение это неоколомиальная политика это поглощение дешевой рабочей силы и финансовый капитал живет не потому что он дает кому-то ипотеку это банковский блога маленькая 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 доля всего да то есть это просто говоря она существует потому что есть там спрос на на как его кредитование и кредитование а статический капитал всегда был и И ростовщический капитал, ипотека – это вообще свинниковый термин. Это все было давным-давно. Это не есть финансовый капитал в том коварном виде, в котором мы видим сегодня. Финансовый капитал – это движущая сила империализма и захвата рабочей силы и производства в странах с дешевой рабочей силой. И основная задача финансового капитала – это извлечение прибыли из дешевой рабочей силы и перераспределение его вот этими пузырями уже в странах Первого мира. Сведение финансового капитала лишь к потребительской экономике – это то, что сейчас продвигают так называемые постиндустриалисты. Они говорят о Первом мире, об отлюбительской экономике, о сфере услуг и прочее, забывая, что весь Первый мир живет вот там. За счет того, что есть Третий мир, который работает. И весь Третий мир работает как раз-таки на этот самый финансовый капитал, свращенный с производства. Вот первое, я вас расстрою сразу, что Третий мир уже не работает. Почему? Тоже пример того же Китая, да? Начиная с 1947-го с Доми-Лепички и так далее. Что еще раз говорю, рабочие силы Китая сейчас сравнялся с европейской. И поэтому уже из Китая вынуждены переводить основные фунды, переводить в Европу. Это раз. Это ответ на последовательность. Китай сейчас подскажет региональный империалит. Я сейчас уточню. Мы говорили за дешевую рабочую силу, я показал пример, что она уже не дешевая. Вопрос просто перенасыщения, да? Что перенасыщители производства Китай, естественно, с квалификацией поднялась тогда ДТ. И это рабочая сила сейчас в России сейчас на самом деле дешевая. Почему мы третьим рабочим? Потому что мы дешевая сила по отношению к китайскому рабочему. На данном этапе. Это раз. Ответ на последний вопрос. Вы все правильно говорите, но опять же, вы берете все классно. Только вы берете вот это. Вы берете 1800 какой-то год. И вы правильно, когда вы сейчас трактуете, вы пытаетесь пересказывать марш. Я империализм это в том виде датси. Но вы должны понимать, что сейчас империализм, он себя изжил. В каком смысле империя? Идет от этого слова империя, да? Национализм, империя и так далее. Сейчас нету, сейчас нету империи. Сейчас вот Евросоюз это очень хороший показатель того, что мир интегрируется. И сейчас есть вопрос о лишь, назовем так, национальных капиталах. Сейчас не вопрос Англии как Англии как государства. Сейчас вы поймите для, вот просто как модель такое понимание. Какая разница человеку, работающему в Макдональдсе, в какой стране он работает, когда у него есть одна и та же система эксплуатации. Как в Африке, так и в России, как и в Финляндии. Ему пофигу где работать. Для него страна теряет значение. Если завтра Макдональдс скажет, что вы работаете на английском языке, завтра весь мир в Макдональдсах будет работать на английском языке. То есть понятие нации стирается. Все национальные различия рабочей силы. Уже не, уже теряется. Как говорил Макс, мы уходим от понятия национальности. Оно будет стираться. И мы к этому приходим. А почему? Да, давайте тогда спросим, почему у нас неумолимая статистика? Если мы везде посмотрим, половина людей владеет, ой, половина богатства владеет один процент людей. По странам разница в оплате труда по странам только растет. У нас неравенство растет не только в нашей стране. У нас неравенство растет не только в Европе, да? У нас неравенство растет все еще даже в этом... Давайте уточним. Опять же, давайте говорить о том, что уровень дохода населения в каждой стране, если об этом говорить, да? Или мы говорим о том, что неравенство – это распределение прибыли между классами. Опять, уточним. Если равенство... А как разница между классами? А дело в том, что у нас, например, есть капиталисты, капиталист в чистом виде, да? Между ними буржуази, которые ни туда, ни сюда, и есть пролетарии. И вот как мы говорили, что экономика страны делится на вот эти составляющие. Почему это очень хорошо видно? Есть понятие средний класс. Если говорить о Европе, это средний класс, вот этот мелкий буржуай, это 60%. Вот вы там говорили о нем, это 60%. То есть это 60%? Это грани войков? Да. То есть это там не может быть. У нас нет. У нас нет. У нас нет. Это не может быть. Дело в том, что... Вы согласны от работников наемных. Да. Только вы должны понимать, весь мир перешло... После двух перепроизводств, и войн, и так далее, из-за чего это производство произошло, мы перешли к тому, что у нас экономика перестала быть производительной с точки зрения производства товаров. У нас она экономика услуг. И в большинстве в экономике услуг. Почему вот это многие не понимают? Мы же друг другу услуги делаем, откуда и бабки. Вы забыли ответить в мире, в котором все... Подождите, я вам потом расскажу про третий мир. Пять секунд расскажу. Так вот сейчас самое интересное я хочу до вас донести. Вы должны очень четко понимать, что финансовый капитализм в итоге вернулся к потребителям. Он, поскольку уперся в то, что рынок больше ничего не определяет, как рынок, потому что изговор элементарный, как туристический изговор. Мы говорим о процентном соотношении производства любого товара в мире, о процентном соотношении. Я говорю, за большие куски не затмела челочку в сельский рынок, я говорю, за большой мировой рынок. Все, мы с Гоу, рынок забудьте. Все, шарик он круглый, марсианам не продать нечего. Все, мы уперлись. Чтобы прийти на чужой рынок, я должен организовать войну, уничтожить всю экономику, как было в Германии. Почему в Германии большинство смели городов, Дрезден и так далее, хотя никаких вооруженных сил у них не стоял, а лишь потому, что когда пришел маршал со своим предложением восстановления экономики, они дали дешевые кредиты. И потом получают дешево до сих пор. До сих пор США, а обратно Германия отдает кредиты, набранные после Второй мировой войны. Вот что это такое. То есть зачистить экономику, Корея Южная, зачистить до нуля. Вложились сейчас до сих пор, Корея, Япония до сих пор и так далее. Так вот, к чему они пришли? Почему нам сейчас важно это? И с чем мы боремся? Мы боремся с пирамидой, с пирамидой сознания. Потому что, когда мы пришли к тому, что рынок не реагирует ни на что, все, мы уперлись в борта, никто больше не покупает, чем он потребляет, да? Что мы должны сделать? Мы должны увеличить потребление. А как? И вот тут начинается играть, о чем у нас предбежал фетишизм. Фетишизм с красным флагом, он такой же, как фетишизм ламутерный. Одинаковый. Почему? И чем нам это опасно? Мы играем фетишизм, потому что человеку надо нарезать идею. Нарезать идею, что именно айфон, дружок, позволит тебе жить лучше, именно вот этот айфон. Не ноги у 3310, хотя она лучше по многим параметрам, мы не будем брать интернет-параметры, да? Просто как звонилка. Но вот именно айфону поможет. И вам надо нарезать этот товар. И вот финансовый капитал, что самое интересное, используя вот этот промежуток в производстве товаров различного, да, особенно вот сейчас хай-тек это видно, он начинает воздействовать на потребителя. Причем с двух сторон. Он собирает деньги, да, производителю, потому что у этого капиталов мало. Если мы говорим о новых разработках, вот этого капитала, производственному капиталу маловато, он все равно пойдет за большими деньгами и возьмет. Так вот мало того, что он через товар с вас возьмет денег, так помимо этого, он вас пригласил в банк и предложит вам по 13% годовых еще взять кредитик. И таким образом он вас оплетает с двух сторон. Он вам, как обезьян, продает гусы, да, как это было, с чего капитализм начинался, бусы, товар, бусы, да, вот, это раз. А второе у вас еще и кабалит, то есть заставляет вас, вашу будущую, будущую жизнь, он забирает. Вот чем опасен, что банки сейчас делают нас рабами, вот в прямом смысле слова, потому что влезая в любой кредит с этого момента, мы раб. И я не удивлюсь, если скоро появятся долговые ямы, что если не банкротство, как сейчас, а давайте человеком дурием, а вот яма какая-нибудь, и в некоторых странах это существует, кстати, в той же Африке. Ямочку бросают, а вы сидите, пока не отдадите денежку. Понимаете, в чем, скажем, происхождение, да, то есть, как бы, сильно не согласен, да, то есть, ну, я уже говорил, да, что вы делаете оценку на потребительских кредитах, как основе финансового капитала. Не потребительских кредитов, я уточняю, что деньги, которые производственных капиталей денег немного, они есть, но у них небольшие деньги. Для формирования нового производства, вот, допустим, чтобы любой, вот, допустим, микропроцессор сочинить, вы должны, извините, заплатить, вырастить ученым, ученый должен произвести, это изобретение получить, изобретение он получает на какой-то, извините, материальной основе, то есть, имеется в виду, заплатить ему. Дальше, вы должны еще придумать аппаратуру, на которой он кристалл разработает, и так далее. Это же все деньги. А процессоры делают тайваньские рабочие, которые живут в маленьком барахе? Ну да ладно. Вы поймите, процессоры делают не тайваньские рабочие, которые живут в барахах, а делают производственные линии, причем с отборковкой 40%, поэтому, когда мы говорим... Производственные линии стоят маленькие рабочие, которые, в том числе и дети, как бы. Вы должны надерег cela, что микроэлектроника собирается с детьми. А микроэлектроника не делает сама себя? Безусловно. Но, опять же, мы должны говорить, что процент, опять же, эксплуатационного, вот этой вот эксплуатации, вот я имею в виду в финансовом виде, да, то есть платы и так далее, он меньше, чем научные составляющие, особенно в хай-теке. Основная база – это научные составляющие. На научные составляющие там тоже, например, в целом эксплуатации. Но вы должны понимать, что оплата хай-тека, допустим, программиста у нас все-таки в Москве 500 тысяч рублей. А зачем у нас? А оплата дворника, допустим, или низкооплачиваемого работы у нас 15 тысяч рублей. И разница есть в эксплуатациях, да? Но если мы говорим о производстве микропроцессоров, это Индия, индийские программисты, и там заработная плата индийских программистов очень есть. Ну, не скажите, почему США тоже производят процессоры, а Индия? Нет, это большинство, а там очень много однотипной работы, как правило. Но я хочу подвести к тому, что, опять же, возвращаясь к нашим идеям, почему мы должны говорить о запрете финансового капитала как такового, почему мы должны говорить о принципиальных переходах коммунизма, да, и так далее. Почему мы должны обозначать, кто наши принципиальные брони, наши принципиальные враги, вот этот вот массовый банковский капитал. Мы должны, прежде всего, говорить о своей агентации, как я понимаю, начиная с того, что не берите кредиты, вот не берите, забудьте о них, элементарно. Не будет кредитов, вы не будете должны. У вас даже внутренний грех споделся. Да, да пусть писали. Вы купите айпад тогда, когда вы накопите на него. Вот когда вы на него заработаете. Есть массовая борьба. Это есть массовая борьба. Она переходит на другой уровень. Вы поймите правильно, что у нас сколько, 30% населения уже закабылено. Из них сколько-то процентов, я не помню, 8% не выплатило кредиты. То есть люди уже попадают в эту ситуацию. Вы же понимаете, корректоры появляются вот здесь. Вы же понимаете, что население закабылено кредитами вовсе не потому. Почему? Давайте поговорим о кредитах. Вообще, откуда идут кредиты, почему люди берут кредиты? Если мы говорим о потребительском кредитовании. В чем вообще смысл, опять же таки, потребительского кредитования? Потребительское кредитование – это способ понизить стоимость рабочей силы. Это все равно, что возьми его производство. Человек идет брать кредит, потому что у него маленькая зарплата. Поэтому он берет кредит, и это способ понизить его стоимость рабочей силы, потому что ему вместо того, чтобы выплатить больше денег, ему предлагают кредитование. А реализацию товаров затоит на прежнем уровне? Да. Да, реализация товаров затоит на прежнем уровне. Заработная плата ниже. И плюс ко всему идет еще и понижение качества жизни. Это все цепочка одного. То есть вы никогда не уйдете от материального производства. Люди своей деятельностью занимаются материальным производством. И если бы у них хватало бы денег, если бы у них хватало бы денег, они бы эти кредиты не брали. Кредит – это не какая-то плашь. Это жизненная необходимость людей. Это, к сожалению... Это наиболее острый квартир. Это, к сожалению, вы... Да. Это вы... К сожалению, это черт возьми рынок. У вас есть норма прибыли. Норма прибыли, она в производственном капитале. Норма прибыли у нас в финансовом капитале. И финансовый капитал, в производственном капитале, в норму прибыли выравнивается. И полное выравнивание нормы прибыли. Откуда, кстати, закон о применении нормы прибыли и понижения? Что у нас выравнивается постоянно не цены, не стоимость чего-то, а норма прибыли. И прибыль финансового капитала напрямую зависит от прибыли в производстве. Если у вас понижается прибыль в производстве, тенденция нормы прибыли и понижения, у вас понижаются финансовые ставки. И точно так же и здесь. Если вы... Получается... Вам меньше платят, вам есть жизненная необходимость брать кредиты. Конечно, мы можем вспомнить женщину, у которой пять детей, дети ничего не есть, и она берет кредит в кредит айфон. Это уже психологическая составляющая, фраидизм, фронт и прочее. И, конечно, на этом наваривается. Но коренная причина, почему человек берет кредит, потому что он получает малую заработную плату. Но у него по-прежнему есть то, что нужно кормить, есть стоимость рабочей силы, которую мы не выплатили даже ее. И он свою собственную рабочую силу должен пополнять в кредит. Кроме того, работники взявшие кредиты намного послушать. Да, 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 да. И об этом знают. И, в общем-то, вопрос, живем мы не можем не сказать, не вели ипотеку. Человеку негде жить. Он или снимает, кстати, под те же деньги, да, как бы там где-то эти 20 тысяч ставят на съем, или пытается как-то обеспечить свой вариант. И мы говорим не об уничтожении финансового капитала, что мы не должны брать кредиты. Мы не говорим об уничтожении финансового капитала, что мы не должны брать ипотеки. Финансовый капитал уничтожается тогда, когда уничтожается капитал вообще. Это одна из форм эксплуатации, когда мы уничтожаем полностью эксплуатации. Даже возьмем умеренную программу, когда нам повышают зарплаты, когда у нас есть, мать его, жилье, извините, жилье социальным которым мы живем необходимости брать ипотеку что у нас не было финансового капитала у нас не было банк был у нас точно так же было и кредитование уже даже в поздний почему потому что платили более-менее достойно и потому что у них не потому что было жилье не надо было идти бы по делу значит то что вы говорите вот так вот я пытаюсь поймать что-то я понимаю что-то не понимают в чем проблема моя в том что наверное я немножко донес посмотреть очень очень все просто во первых кредитов не было потому что мы говорили о том что кредит это на запад и у нас этот судный процент дал всегда считался позорным что как-то дали в деньги в кредит и мы если посмотрите заметки контакте не гуляет о том что на западе дают кредиты и кредитное рабство и тогда у нас не было понятия кредита поскольку мы шли коммунизм у нас был развитый социализм поэтому у нас была рассрочка и люди действительно платили за те же квартиры но в рассрочку холодильник в рассрочку уточню за что как это мотивировал дело в том что действительно наговорить должны говорить разделить кредиты на 3 даже тоже потребительские на разные виды давайте уберем действительно берем фетишизм допустим человек хочет что-то мечту купить и тратить деньги которые еще не заработал ну видная кредита а другой момент мы говорим о еде это вообще другой кредит если говорить о жилье 3 почему я пытаюсь разделить почему потому что это очень важно когда опять же говоришь с людьми о том что из-за чего у него допустим из-за чем близ кредит почему у него так получилось и так далее то есть выбрать сказать прежде всего мотивации человека потребитель если у него не будет мотивации кредита у него вообще вот это один плюс один вот это начало дальше начинать самое интересное для того чтобы сформировать потребность вы должны сделать о чем-то сделать вот как бы вам сказать востребованность получить до потребность на чем то есть вы должны чего-то дать меньше мы берем масло вот этого пирамидку знаменитую да мы понимаем что социальных великих благ может только 10 процентов но я утребую да и чем ниже книгу там мы идем тем меньше человеку может дать больше хотят но мы меньше можем дать то есть мы переходим потребительством и формируем спрос на те же квартиры если мы вспомним хрущевка делается 31 день значит по сути вот хрущевский дом ставится 31 день плюс фундамент но месяц да и ввиду фундамент без университет за войны 31 день хрущевка строится хорошо плиты строятся тоже 31 три месяца хрущевка хрущевка сельские квартиры в принципе еще советская власть могла обеспечить квартирами жилье на самом деле это был не была проблема проблема была другого проблема была в том что сожалению люди не хотят работать в агрохозяйстве агрохозяйственный труд является тяжелым наиболее тяжелым поэтому отток населения в письме вот это вот за до перестройки вот из колхозов и так далее они же люди шли почему потому что естественно соцкульпыт более раз хотя можно было поспорить брежневские особенно времена да и так далее но тем не менее там более тяжелый труд это доярочки те же доставать когда а в городе все-таки более да удобно и почему советская власть так боялась увеличивать города а там почему потому что если мы сейчас всем организуем петербурге давайте понастроим жилье какие вопросы на 140 миллионов нас не так много мы можем построить вот выйдет 12 миллионные города вообще-то неё 12 миллионов в чем проблема раздувай да нет проблем строим сков в сторону пусков и все и все лися россии будете же здесь поверьте если сейчас то же самое происходит московской области почему сейчас начинается восстание чем на 5 надо пользоваться почему это важно потому что сейчас весь строительный капитал пошел подмосковья почему потому что приток населения из маленьких городов раньше были села а сейчас уже из маленьких городов в москву постоянно не увеличивается с каждым годом и вот эту потребность капитал финансовый через строительные компании стал удовлетворять каким образом старается больше жилья а то что возникает конфликты между уже сформировавшимся ареалами питания благоустроенными и так далее где были зеленой зоны и так далее так далее да то возникает то что появляется понятие уплотнительной застройки и реновация в москве это результат того что сейчас хотят начать укреплять ту же москву до там до 12 миллионов официально города и так далее и что происходит отток населения население там где очень трудно им жить идет там не полегче капитал куда идет население он через что идет он идет через строительные компании строительные компании кредитуются как у банков такого населения этого как раз за продажа продажи квартиры еще на фундаменте это он набирает вот для производства деньги а дальше поскольку он тоже пролетает на же являться никто не отменял вот эти проценты дату стоимость чем не так далее заводы за три года строительства и меняется и он вынужден платить деньги либо на новом доме собирать либо идти финансовым капиталом брать займут чтобы достроить этот дом и дать стоит то что обычно потому что мы покупаем на фундаменте под одной цене да а сделана квартира другая кто должен компенсировать эту дельту вот и получается что еще не построю другого продают и так следующее следующее тут так это способ выживания строительного тем не менее здесь участвует прямой финансовый капитал то сейчас мы в москву едут люди строится уплотнительная застройка местные ругаются потому что извините нарушается их привычное реала питания и это как раз тот протест который использует камиказа я смотрю сколько сюжетов уже на эту тему построен это как раз наши ребята мы должны говорить зачем вы оттуда из дальнего востока идти давайте до дальнем востоке построить такие условия экономические чтобы было интересно там людям местным жить потому что мы тоже понимаем ничего люди не от хорошей жизни не тоже приезжая себе в москву потому что понимаешь на владивостоке делать нечем как говорится по молодежной миграции прекрасно вижу нас молодежь четко разделена москва питер вот два миграционных поток и я что-то не замечаю чтобы людям отучившись петербурге прямо рвались обратно во владивостоку жить что-то или какой-то ленобус что-то я не заметил почему-то не оседает здесь и так далее так вот что получается и тут же опять же тоже интересно правительство находится в колебании потому что если много жилья построить тогда извините россия пустеет когда китайцы просто заселит и некому вот жить действительно дождались таких проблем людей никто не хочет жить поэтому все же в москве поэтому правительство вынуждено этот процесс организации регулировать и опять же тут можно это тоже сыграть можно сказать о том что ребят а чё то вы не даете людям в реализовать их право на проживание где хочу там и живу да второе о чем так слабо строить ведь опять ленинград что дураки были при советской власти не могли до пскова ленинград построить могли а почему надо было ограничить поток населения паспорта не давали почему-то покончено потому что иначе все вы в москве в питере жили бы и так далее то есть задача вот как бы власти удержать иначе земли некому жить в россии всего лишь поверьте 140 такой миллионов это ни о чем америка 320 миллионов сша 320 миллион миллиард видно китай и миллиард индия мы должны понимать что мы скоро будем вы же вымирающей нации сожалению опять же почему мы не так плохо расселяется почему мы так плохо же так потому что вот эти ребята финансовые нас определяет уже нашу с вами жизнь если у нас на данном этапе просто как пример семья считается что уже при наличии двух и живетцев детей семья начинает попадать вниз из среднего класса она попадает вниз то есть вот разделение из-за чего еще не правильно экономически потому что и дальше начинаются вопросы если у меня второй ребенок я не могу его содержать куда я пошел в банке пошел почему потому что мне не на что содержать ребенка вам говорят да не вопрос бери денежки но переденежки с таким расчетом что следующую зарплату ты принесешь мне а это означает что я начинаю зависеть от него я начинаю быть должен идти деньги которые я еще не получил что такого кредит по определению это ты обещаешь принести те деньги которые ты еще не заработал ты взял эти деньги у него да вот они по факту купил себе лапутен и а потом девочка что дают их со временем заезжать надо отдать вот она отдает того труда который обещает что отдаст того туда к выберем айца при уволении цветами почему должны говорить опасно кредитной политик что должна быть только рассрочка со стороны государства в чем преступление не кредиты должны быть на жилье а рассрочно вот вы сейчас говорите не как коммунист вы не понимаете вы должны четко говорить рассрочка не более я не хочу на срочку я хочу бесплатно предоставление всем жилье если мы говорим об этом до этого так говорим я на это отвечаю если мы говорим о бесплатно бесплатно вы тоже не можете дать уже рабочему должны заплатиться же извините он вас строил бы должны защищены заплатить вы должны кто плиту производить и так далее вы обязаны заплатить конечно потому что у нас есть понятно то есть мы просто единственное должны уточнять что мы за то что вот допустим вид выдачи жилье на самом деле это вот рассрочка на самом деле еще один вид выдачи жилья скажем так друг другу. Это, допустим, коллективная касса взаимопомощи. В 80-х годах в Советском Союзе она была. А это, кстати, самое смешное, что МММ выросла на этой идее касса взаимопомощи. Просто он хитро вместил туда проценты и тогда сыграл на жадности людей. То же самое сейчас есть жилищный накопительный кооператив, который позволяет членам кооператива накапливать деньги на счету и покупать квартиры каждому члену кооператива. То есть это не строительный кооператив. Они не цепляются за конкретную стройку, они накапливают деньги и покупают члены кооператива, ну кто стоит в очереди, одному, другому, третьему. При этом самое интересное, этот кооператив имеет право сделать вообще, они сейчас берут все по ипотеке где-то 6% берут кооператив за пользниками, а могут сделать 0. Не принципиально. Почему? Потому что там система выяснилась так, что сперва люди коллективно объединившись купили одному квартиру, он, что называется, сдает ее сам себе, выплачивает сумму кооперативу, и пока он не выплатил, эта недвижимость лежит на кооперативе, и она не лежит на нем. Как только последний рубль выплатил, ему отдают. Вот, пожалуйста, не надо ходить. Но проблема заключается в другом. Вот эта пирамиды, да? Зачем думать, когда можно жевать? Я вот так сформулировал, да? Да сегодня надо иметь, да сейчас надо иметь, да не надо ждать, вообще не надо ждать, не надо с кем кооперироваться, у него другие идеи, ты гениальный, ну да? Ты же гениальный, тебе то-да, то-да надо вверх, да, вот. И вот на этом игра идет, потому что, а как тебе объяснить, что надо взять кредит? Как сформировать спрос на кредит? Я должен объяснить тебе твою гениальность. И мы начинаем, переходим к самому интересному. Все лектики развития человеческого мозга и развития общества. То есть мы должны исходить из того, что капитализм, это придуманное нами, у животного нет капитализма. У нас, в мозгах он есть, это раз. Второе, мы должны выбивать основу из-под, у человека главное, мышление. Мы должны говорить, что, ребята, судный процент, еще в Библии же сказано, да? Не берите его, вообще не занимайтесь, не с долгами, не связывайтесь. Изначально не берите, если, начните с простого, если вы не готовы купить сейчас айфон, не покупайте его сейчас. То есть интересно классовая борьба получается? Так она, самое интересное, почему я говорю, диалектика развития, что мы сейчас приходим к самому интересному борьбе, что мы должны бороться с каждым человеком внутри него, внутри с него, с его внутренними желаниями. И мы приходим к четкой философии, что есть плюсы и минусы, что потребность возникает из-за желания, а желание возникает... То есть вы считаете, что если мы все перестанем брать кредиты, то от этого будет капитализм на эксплуатацию? То есть я вот не беру ни кредиты, но продолжаю работать на капиталисте, каким-то образом капитализм берет и падает? Нет, капитализм берет ни пядая никуда. Я имел в виду, что, еще раз уточню, что мы вот эту составляющую, когда вы платите зарплату, она же тоже составляющая имеет, да? Так вот, если, допустим, если вы взяли кредит, то уже, естественно, вы правильно сказали, но немножко не так это работает, как вот вы говорите. То есть вы не доплачиваете зарплату. Не в этом смысле тут. Вы, когда вы выплатили зарплату, если мы с вами договорились, что вы получаете 10 долларов в час, а вы граждане США, допустим, да, или иммигрант, который имеет право зарабатывать 10 долларов в час, то я вам плачу 10 долларов в час. А то, чтобы вы взяли кредит на айфон, на который вы не можете заработать, это ваша проблема. Я тут при чем? Я как производитель, работодатель вам заплатил 10, извините, никто вас ни в чем не ущемил, вам выдали 10. А то, что вы сглубили, пошли, продались кому-то, это ваша проблема. Это ваша проблема в том, что вы потом будете переплачивать часть вот этой зарплаты отдавать ему за кредит, и производителю за вот этот айфон. Это ваши проблемы, это не мои проблемы, как капиталисты. Я вам заплатил, вы стоите 10 долларов в час. Все, вот здесь вот, поэтому уже неправильно. Но я говорю, постановка вопроса. Надо говорить действительно лишь о том, что мы должны понимать, если человек взял кредит, он, а, за кабалем, потому что он уже обязан, во-вторых, он обязан заплатить из той зарплаты, которую нет, это не факт, что она будет, почему нельзя, что неизвестно, сократили, ты не можешь уже заплатить кредит. А самое важное, что уже часть той зарплаты, которую ты получишь, вот из нее ты уже будешь должен, потому что ты должен не только тот крест, сумму того кредита, а ты должен еще и проценты по нему. То есть ты получишь еще и меньше. То есть твоя зарплата со временем при отдаче кредита начнет уменьшаться до того момента, пока ты не отдашь кредит. Вот в чем твоя проблема. А потом строить забасток и требовать решения зарплаты на диване? На самом деле, именно рост потребностей рабочих, когда они осознаются коллективно, не индивидуально, вот я один пошел на зал кредита, 20 моих коллег, например, вот нельзя. Так, давайте первое. Повышение зарплаты. Я просто говорю о том, что именно рост потребностей рабочих на самом деле повышает и стоимость воспроизводства рабочей силы, потому что стоимость воспроизводства рабочей силы, она определяется не только кутком хлеба и койкой, которая нужна человеку, чтобы выживать, но и на самом деле общественными условиями, которые у нас существуют, это и есть, собственно, классовая борьба. Нет. Не классовая борьба, извините. Классовая борьба, это, извините. Классовая борьба, это экономическая борьба. Нет. Классовая борьба, давайте договоримся, это борьба, прежде всего, распределение прибыли. Вот что такое классовая борьба. Это раз. А второе, это... А кто с кем борется, когда распределяет прибыль? На самом деле, да. То есть, кто получает, с тем, кто не получил, не дополучил. А кто значит, Да, кстати. Бомжи могут бороться с вами? Нет, а очень он получил прибыль? Нет, ну, речь идет о том, что капиталист весь доход, который он получает, ну, он же, ну, как это миссия, он делает его с, ну, скажем так, с, ну, не реально говорить, что все хочет. Ну, сейчас стоимость, которая производится, да, она делается на доход и, собственно, на заработную плату. Ну, там, ну, из бляжки, даже личные, как бы. Конечно, это соотношение на заработную плату и доходы, да, она может меняться. О чем я и говорю? Мы делим пирог. Кому-то больше, кому-то меньше. Да, здесь вы правы. Но, просто, смысл это то, что прибавочную стоимость производит только рабочий, а потребляет ее только капиталист. Прибавочную стоимость в итоге производит капиталист. Объясню, в чем смысл. Сейчас я уточню, да? Кто последний продает, кто конечник, я имею в виду в этой степи, да? Вот мы взяли там материал, произвели, добавили и так далее. Стоимость не создается в момент обмена. Да, нет, я говорю за цену. Я говорю сейчас за цену, прошу прощения. Вот я, который человек продаю, мы же по продажам. Вот самое интересное, что у нас, кто определяет цену вопроса, определяет самое интересное, смешное, что наемный рабочий. Вот сейчас, в нынешней экономике, определяет мой режим по продажам. Я могу один и тот же товар продать по разной цене. Вот один и тот же, с такими и те же качествами. Вот я могу по разной, я могу вам вдуть. Но вы не спорите, что я могу его продать по разной цене, разным людям. Все, зачастую. Я вот эту маржу, не порыночные, я могу вам дороже его продать. Если я договорюсь с монополией, я продам вам дороже. Ну, монополия это уже... Давайте, давайте вернемся все-таки. Так вот, подождите, вот просто о стоимости и о вкладе в труде. Ваш труд, он не изменился. Вот еще раз посмотрите, чтобы произнести вот этот стул. Вот, допустим, у вас есть нормативы. Вот на любом производстве, я производственник, у меня есть норматив. И вот из этого норматива я исхожу, я не могу с него выпрыгнуть. Если у меня расценка поставлена на такая-то, вы у меня и будете производить по такой-то расценке. В формировании цены вы уже тут ни при чем. Я вас заэксплуатировал за 10, а мог за 20. А мог отдать ту стоимость, которую вы стоите. Но я, почему я капиталю? Потому что я вас эксплуатирую, это уже противоречит. Я говорю вам, что делать? Я влияю на вас как на личность, да? Я говорю, пойдите пол мне помойте, потому что я вам 10 долларов в час пройду от Науридского. Мне все равно, что вы только высокого класса. Я вам плачу по часовому. Вот так было Науридского в 90-е годы. Люди мыли полу, потому что они не могут дать работу, но говорят, иди пол мой. В советские годы это было недопустимо. Он шел и играл в домино, чтобы быть на рабочем. А Науридского уже все. Уже мыли в 90-х полы, токаря все как положено. И никто уже не говорил ничего, потому что иначе вылиться с работы. И не заплатят кредит. Так вот резюме. Надбавленная стоимость, вот еще раз, она всегда будет определяться действительно рынком. Ваш, вот то, что я с вас эксплуатировал, оно войдет в цене по такой цене, в которой мы договоримся. Либо я с краем там чуть-чуть скажу, а вы там плохо сделали и вас обманул тем самым. Либо даже мы честно, я вам расплатился и все, мы об этом забыли. Но я вас изначально купил и я вас уже поместил в издержки. То есть я, производя любой стул, я вас уже числю в издержки. Я знаю, что вы стоите, ваша месячная зарплата 35 тысяч рублей. Особенно это у меня вот тоже радует, да? Вот 35 тысяч рублей вы стоите. Вы, может, на эту деньги не доработали, а может и переработали. Все зависит от того, как я вас эксплуатирую. Так вот ваши 35 тысяч уже будут в этом стуле заложены в ноги. А дальше мы формируем вот эту цену рыночную. И дальше все зависит от моего менеджера по продажам. Если он умудрится государственному предприятию с откатами вколотить эту цену за миллион рублей каждый стул, я только буду рад. А если он выйдет на честный рынок и начнет на улице торговать ими, и даст мне только копеечную прибыль, ну даст, я тоже буду рад. Но вот это уже, я говорю, пронятие растяжимое. Так вот самое страшное в чем? Почему мы должны бороться с головами? Потому что тот же iPhone, допустим, я могу завышать как угодно высоко стоимость этого iPhone. Вот самого уже на выходе. Почему? Потому что мы переходим к товарному фетишизму, и я вынужден из-за того, что рынок исчерпал себе, формировать спрос через всякие культы. То есть я делаю культ iPhone, я человеку начинаю говорить, что блин, да лучше iPhone вообще не бывает, а кто не на iPhone, то чмо. Все, я сформировал культ, все, на этом я получаю свой сверхприбыль. Но к этому лету уже это несколько сотен. Ну и тем не менее, тем не менее, если это работает. Так вот проблема в чем? Голова. Мы должны людям объяснять, что на самом деле, ребята, если 3310 ноги, если у тебя зарплата не позволяет, так не лезь ты. Подожди ты с iPhone. Либо купи его в рассрочку, не можешь договориться, но не лезь ты в кредит. Твое желание... Какие коммунисты вообще должны заниматься? Почему коммунист приходят к рабочему и вносят вот эту непонятность? Я вообще не понимаю. Я говорю, прихожу к рабочему и говорю, я боюсь к коммунистам, но ты пока погоди покупать iPhone. Да. Потому что... И в чем здесь борьба? Борьба заключается в том, что те люди, которых мы должны вести за собой баррикаду, увеличивая их 10 долларов до 20, ну, к примеру, тут же бегут в магазины. Вот я смотрю по рабочему классу, что-то я не увидел, что они не хотят пользоваться iPhone. Да пусть бежит, пусть бежит. Или отказались от него. Он что-то возьми, стоял на баррикаде, получил зарплату, пусть он купит себе iPhone и скажет, вот этот iPhone вы предложите. Подожди, подожди, подожди. Давайте договоримся. Мы сейчас говорим о товаре, который стоит гораздо больше, чем у его зарплаты. Мы сейчас не берем батон грима. Да не важно. Нет, это очень важно, что мы говорим. Мы можем, в общем-то, про потребительскую... Это как общество потребления Карла Фрома, мы все здесь можем... Карл? Элик Фром. Элик Фром. Элик Фром. Элик Фром. Можем говорить сколько угодно и, в общем-то, показывать хороший день. Мы про потребительскую гонку и вот это все. Так, вот опять же таки, давайте вернемся к вопросу о финансовом капитале. Я вот сейчас не пожалел и залез в интернет, чтобы посмотреть на статистику. 7% кредитований приходится на ипотечные кредитования. Еще гораздо меньше процентов, это в России, приходится на потребительское кредитование. Все остальное, там порядка, я там посчитал 270 миллионов рублей за 2016 год, пошло на кредитование юридических лиц. На кредитование производства. Это мы берем, это мы берем. Что? Нет, не производство. Не производство. Ребята, вот это нельзя так говорить. Не на производство. Не на производство. Не на производство. Юридические лица спекуляции. Вот это верни. Дело в том, что мы должны понимать, когда рынок урегулировался, в чем классность? Когда-то вы вынесли из изображения в Северную и Южную Корею напрочь, сделанную в чистое поле, но при этом остался потребитель. В чем классно это дело? В том, что у вас рынок, вы можете любой товар начать двигаться, развивать и так далее. А любое движение товара, если его не хватает, это всегда мощности. Это все классно. Но как только вы встали, у вас мощность, у вас нет потребителей. Вот я начинал говорить, инфляция 4% почему сейчас? Да потому что проблема в том, что мы за предыдущие годы так денежку сажали благодаря вот этому значку, что просто население обижит за первые 10 лет, он просто элементарно сошел. И сбережения уменьшились. Поэтому сейчас инфляцию, даже если бы очень хотелось разогнать, вот этим финансовым ребятам, или нашим правительствам разогнать инфляцию, очень хочется. Но они не могут. Ваша потребительская способность сейчас уменьшилась. И вот эти 4% это показатель того, что население России обеднело до такого момента, что вам даже 13% инфляции нельзя вдуть, иначе вы просто не придете в магазин, не купите продукты. Это раз. Второе, если вы послушаете Потапинка, мы изменили качество потребления. Нам фуагра уже не грозит, я имею в виду даже среднему классу, потому что потребление мы перешли на макароны и так далее, и так далее. Мы переходим на скотобазу, грубо говоря, утрированно говорю, на скотобазу. И продукты эти еще их делают дешевле тем, что их выращивают по технологии для скота. То есть они теперь не для потребления людьми, как было в Советском Союзе, а выращиваются по технологиям животноводства. То есть они выращиваются, как корм из скота, то есть нас перевод в насилование. Так вот, что смысл? В чем происходит? Что именно происходит сейчас? В чем опасность? Мы сейчас просто пришли к государству, для капиталистов, в том, что мы пришли к такому моменту, когда мы начинаем с людьми говорить уже за их живот. Если раньше мы должны были в жирных годах объяснять, что ты не грей кредиты, ты не залезай в них, иначе ты свою зарплату потеряешь и так далее, твои дети будут платить, сейчас закон о детях, что дети будут платить, то здесь сейчас очень просто. Ты элементарно, физиологически не выживешь. А почему? А потому ты пойдешь на производство, у нас люди не могут ничего купить. Вот помните, я говорю, у Ельцина, сейчас ситуация с Ельцина. Потому что не на что купить тебе будет. Не на что купить, меньше товара произведено. Либо он произведен, но он не может, его не кушать, либо денег у тебя нет, либо он дорогой для тебя, как айфон. Илья, можно все-таки вас, я думаю, запрещу, все устали, я думаю, оператор хотел час назад уйти. Такой момент, я бы хотел, чтобы... Закаты закончили, можно закончить? Да, закончили карты лицензии, а потом каждого спросить вообще, что интересного они услышали, и вообще какие-то впечатления не остались, потому что это первое мероприятие, и мы должны общаться на эту тему. В общей массе кредитов для населения. Какую долю составляет ипотека, а какую крупные кредиты типа машины и бизнеса? Я просто подозреваю, что айфоны в сумме, это очень малая доля. Большая часть квартиры, потому что большая, и машины, потому что на старой машине тоже кредит вообще не дают. И это на самом деле все вещи довольно нужные. И кроме того, насколько я понимаю, люди с достаточно высокими зарплатами не берут. То есть они копят, они имеют возможность копить. Мы всегда сталкиваемся с пирамидой, вот в любом случае. Пирамида тех, у кого на верхушке есть возможность и так купить, с первой зарплатой, это кто сечен, он пошел и купил. Самые зарплаты. Дальше те, кто ниже сечена, он должен копить несколько месяцев, но он сам себе рассрочку сделает, он купит в итоге, или договорится с рассрочкой. А есть те, которые внизу проверили, которые иначе, как, ну допустим, семья, двое детей, молодые. То есть проблема как в малых доходах. В малых доходах. В малых доходах больше, потеку бы никто не прав. Да, ну стоп, ну вот здесь, ребята, остановимся и скажем себе правду. А вы гарантируете производству такую прибыль, даже если вот я честный производитель, вот честно вам начну платить ни края, ни копейки, вы мне гарантируете, что наши стулья с вами будут иметь такой офигительный спрос, что я не через вашу зарплату, а через количество выпущенной продукции сумею сделать так, чтобы и мне было интересно, и вам было интересно. Так вот получается, что нет, вот в чем проблема сегодняшнего общества в России, что нам продукции больше не нужно. Значит, отсюда следствие, если не нужно больше продукции, значит, мы будем производить то, как вы производили, значит, и соотношение прибыли, я себе буду забирать, как мы договаривались, а вы будете получать. Поэтому, пока не будет платежеспособный спрос, а его можно разогнать только либо инфляцией, только либо у людей будут деньги, ну, манность небесная, да? А манну небесную тоже не сделать, потому что иначе начнется гиперинфляция, потому что вот сейчас проблема была экономики, вот многие, Димура, мне нравится быть, потапива, устушка денег началась, потому что было денег достаточно много, да, и особенно у этих денежных мешков, а сейчас получается так, что у этих денег, деньги надо куда-то деть, потому что тоже, вот, вы поймите, когда у вас большой капитал, вы тоже не можете, а вы куда пристроить, но имеете в виду, вы даже если будете их на улице, ну, как бы раздавать производственникам, будут не брать, почему? Потому что не любое производство готово взять капитал, это большая проблема для него, потому что оно может потребить ровно столько, на что оно рассчитывает, больше ему не надо, иначе оно просто повезнет долгам, да? И вот этот большой капитал в России встал, почему? Из-за неравенства, которое сформировалось в обществе, потому что у одного процента все богатства, опять о чем надо говорить, а у нас с вами практически ничего, кроме денег на еду, в прямом смысле слова. Так вот, вот этот капитал встал в России, что с ним делать, никто не знает, потому что, еще раз, в экономику он не пошел, и куда он не пошел, все куда-то деньги должны деть, и куда он пошел? Опять же, мы должны говорить, что ты изменник и рода, потому что эти деньги пошли не в нашу экономику, потому что им неинтересно, а пошли в виллы, во что они пошли? В мировую экономику, в кредиты США, ну, и рынка, в акции туда, и из-за этого мы должны говорить, что капитал, во-первых, не имеет национальности, о чем Маркс абсолютно верно говорил, нету национальности. Как только вы выходите на определенный уровень капитала, вам Россия неинтересна, у вас все поделено, ну, неинтересна она вам, все, вы никуда вложить не можете. Вы с этим капиталом пошли в Зензибар, да куда угодно, через Каймановы острова, ну, куда угодно, но не в Россию. И сейчас, когда Путин заявляет, при том, что у нас, извините за выражение, дофига денег, он говорит, нас, ну, не инвестируют в нас. И вот мне это возникает вопрос, товарищи, вы определитесь тогда, давайте закроем, во-первых, капиталы вернем, закроем граничку, и вот тогда, пускай у нас будет капитализм, но давайте тогда поживем в этом сферическом коне в вакууме, тогда посмотрим, есть ли у нас капитал или нет для инвестиций. Понимаете, вот это было по-другому, а так человек сидит с телевизором, и ему, по сути, врет, потому что он прекрасно знает, что даже его капитал личный находится там, и развивает экономику любой другой страны, но не России, поэтому мы должны говорить, что большой капитал и большой финансовый капитал, он уже, во-первых, по своему развитию никогда не думает о нации, он никогда не думает о государстве, да, в котором, или тем более о людях, которые живут, а он уже думает только о том, где ему сделать большую прибыль. Естественно, он не заинтересован развивать экономику той страны, в которой он сформировался, и, по сути, они уже являются предателями Родины, вот об этом и надо говорить, что эти люди предают нашу Родину и усиливают, даже если это опять в риторике сегодняшнего дня, врагов, опять же, инвестируя наши фонды дополнительные, именно покупая облигации фонда займов ФРС, да, то есть удивление, настоит только удивляться, и почему люди наши до сих пор, занимающиеся айфонами и ламутенами, вспоминай пирамиду, и хотят вот такого рода вообще задать, товарищи. То есть, если империалисты возят капитал в нашу страну, это они наши друзья. Абсолютно точно. Вот самое смешное, что в этом коллизии есть. Как только европейцы дают нам хоть один рубль, рубль получается увеличивается в этом, а они дают под инвестиции, что приятно, что их капитализм, он все-таки цивилизованный. Если мы виноградники, вино, бухло, ну поехали, да, у них все-таки цивилизованный капитализм. Если вам, например, Калининградская, не Калининградская область, но можно Калужская область, завод Volkswagen, если они вложились рублем, они вам вложились вот в это. И, между прочим, многие люди в этой области живут неплохо, у меня есть информация, не хуже, чем в Москве и Питере, и могут жить в своем на частном доме в 10 минутах от работы. А надо же там эмбара, на секундочку, и забастовочки. Нет, с вашими забастовочками потом поговорим. А сперва, до начала, вот имеется прибыль, и с этой прибыли капиталист готов с вами поделиться и дать вам хорошую зарплату. Какой он добрый. Нет, мы уточнируем, это не... Нет, ребят, мы должны соизмерять, чтобы понимание, чтобы Питалюкову свою величину не поменял. Но он, по крайней мере... Он не верится с нашей прибылью, это очень интересно, отобрать на что-то, отобрать на девиз. Она не ваша. Как это? Работал так? Нет, тут получается так, смотри, империи, о которых ты говорил, превратились в корпорации. Корпорации, да. Слушай дальше внимательно. Корпорации работают люди, которые производят тот товар, который пользуется спросом на мировом рынке. Безусловно. Правильно. Теперь возвращаясь в прошлое. Люди хотели в Советском Союзе Адидас, хотели там еще какой-то Мерседес и так далее. Я им задавал вопрос. А ты что, сделал Адидас? Ты делаешь товар, который вообще никому не нужен. Абсолютно верно. Желаю. И получается, что дисбаланс в экономике из-за людей, из-за общества, который не может воспроизвести такой товар, который пользуется на мировом рынке. Вот отсюда и происходит вот это дело, сформировавшись эти, они живут хорошо, хотя и находится часть в нашей стране. А другая часть, она не нужна. Почему? Я приведу вам последний пример. Я видел недавно фильм в Голландии, в деревне, 2000 проживающих. Работает один человек. Как? Он на компьютере сидит, вплоть до того, что сила сам разбрасывается, корова сама стоит и ей подносят вот эти доилки, вставляются, молоко само стекает, ведет по трубам, перерабатывает. То есть, короче, выскакивает пирожок уже? Да. Пирожок, понимаете? Да. А спираживает, а куда этих-то людей есть? Они говорят, куда хотите, туда иди вон. Вот что происходит в мире на сегодняшний день. Это в Голландии тоже такие заводы, у них, допустим, я говорю, продайте-ка молочка, а у нас, говорят, нельзя молочко продавать. У них государство зарегулировано тоже. Мне не нравится, в Голландии, в Голландии, в Голландии, они все сохранили наработки Советского Союза, вот они взяли себе. Они это реализовали, кстати, вот у них социализм развитой, в данном случае. Так, где? Вот поэтому разделение-то получилось. У них, молоко все, то, что фермерами произведено, обязано сдать на определенный балакозавод. Я другом. Мы рассматриваем сейчас разделение. Вот одни в пределах, одни вкушают, хорошо делают, а другие сидят на заднице, понимаешь? И все. И мне это напоминает, вы все видели, в метро едем, идет по электричке человек и говорит, купите у меня это, купите у меня это, у него раз кто-то покупает. А сидят с одной стороны люди в электричке и с другой. То есть, получается, экономика какая? Мы сидим не при делах, а товарищи дел продает и зарабатывает деньги. Вот то, что происходит в экономике. Скажу больше в конце. Советский Союз разгорел не пятая колонна, не киссинжер и так далее. Советский Союз развалил эти вещи. Это жилоба жвачка-бублику и джинсы. Лишь только потому, что наше желание, да, мы все время пьем, за что наши желания, с нашей потребностями. Так вот, первично, то, что коммунист должен отличать его морально-нравственная сторона. Почему это важно? Если сам коммунист будет, извините, гоняться за глупотенами, ну я утрирую, но я просто, не важно зачем, да, дорогой намаркой за Бентли, он сам будет себя вести так. Во-первых, ему все спросят, а товарища, почему тут коммунизм и почему-то следует что-то от нас, это раз. А второй, как только ты захотел Бентли, ты, естественно, не можешь на это заработать своим трудом, с этого момента ты перешел на сторону капиталистов. Вот с этого момента ты стал его рабом, и ты будешь делать ровно то, что скажет он. И вот в этом и начинается наша маленькая борьба, моя борьба начинается во мне, мои желания должны совпадать с моими возможностями. Ваша зарплата регулируется спросом, не будет спроса, не будет высокой зарплаты, а сейчас я скажу больше, а надо будет снижаться. Почему опять мы должны начинать работать именно сейчас? Зарплата рабочих будет снижаться все ниже и ниже, потому что спрос будет ограничен. Из того, чтобы призывать их за поступки мы должны взывать не брать кредиты. Тем более, не брать кредиты, тем более, потому что, еще раз говорю, это будет рабство. Вот это будет расставка. А так оно не рабство. А так оно не рабство. Объясню, почему. Все-таки у вас есть возможность поменять работу. Еще, если потребности у человека может быть раз не приведу пример. Если бы, но смотрите опять же, надо говорить о потребностях, если у человека потребностей кататься на Бедли и два раза посещать brushing Этсу, это одни потребности. когда у вас и вы по крайней мере свободный человек можете до уйти на другую работу если потеряете допуская на меньше плате мы говорим о работе который позволит хотя бы вы ждаете удачу понять то вы по крайней мере свободы человек но если вы ушли вообще не будут рабочего места вы считаете что вы погибаете да вот мы берем этот момент так вот смысл чем сейчас люди будут терять работу и не находите и почему вы сейчас выкормить эту масс иначе это масса начнет работать на нас об этой массе начнем очень грамотно после моей лекции вдавали кушек финансовый мировой капитал и российский участие российского лаплопашевый пас и ребятушки надо заберите свои желания не ходить вот для начала в галерею успокоиться там и так далее не брать дорогие вещи публику честно работать за меньше заплату нечестно работать завершу заплату а почему потому что если у меня я эксплуатирую рабочую по приказу руководству я главный инженер предприятия у меня 5 моих эксплуатируемых рабочих я и буду спортировать и нещадно скажу больше потому что у меня есть нужный производство а нужный производство определяется вот этой формулы вот этой я прекрасно знаю что я не за потом я прекрасно знаю почему потому что я по своему статусу не могу это выполнять на это и сайте ручной труд я выполняю и поэтому я своих людей буду эксплуатировать нещадно и они будут из платеж за одну и ту зарплату и чем выше инфляция значит они за меньше деньги будут эксплуатироваться ну так же на запасовку давайте на это я с удовольствием партистам за капитализм прекратим агитации как-то не стали поддавать товарищи давайте закончим доклад и я прошу чтобы каждый буквально минуту рассказал что вообще если есть что сказать не ступал дискуссия просто сказал свое мнение и и все то есть вот просто мнение впечатлений и прочее я предлагаю что конечно вот такие встречи они необходимы потому что они дают развитие и догонял тем людям которые ну как бы своим знанием стоят потому что знанием входит информация и не каждый человек допустим 20 лет или там 30 догоняет человека которого там 50 лет и так далее поэтому это необходимо и это как тренировка вот я как тренер вам скажу чем чаще мы будем тренироваться тем мы мастерства больше достигнем и вот эти вот общения они как тренировки они дают мастерство и в познании и в риторике и в выступлениях это просто необходимо я считаю это надо все равно неприятные хорошо соответственно товарищ капитал ну я пожаловал бы чтобы рекламе было чайки и и упал я есть сказать а у меня да ну слишком много знаний слишком долгое блоги знания блоги печали так же грусть тоска пока еще не сказать пока я еще было не угляжется порядка на ночи домой поймите я к своей страны скажу что если уж изучать что-то уже это систематически ну например экономика я изучал в университете год и то ну скажем так это в общем и целом понял конечно тогда еще что-то сейчас но так вот выделено что-то отсюда что-то в принципе не сильно отличается ну да как сейчас отличается тоже чем лучше экономика сейчас вообще это максимум тоже доходить но вокруг это все вращалось но не все равно ну формат в принципе удачный мне показалось сначала я прочитала тему дискуссии что она за что зубодневно но на будущее да наверное пожелание если так в клубе искусственных углевых силах создать более может быть насущим вопросом да было интересно между теорией ну либо вот как сегодня да в принципе формат удачный да и теория была прорисована на современности и в общем-то современное историческое развитие интересно совершенно не левый доклад на левом собрании попытка говорить на двух абсолютно параллельных языках и тут обязательно выяснилось что мы не знаем кто кого эксплуатирует точнее не можем зайти сна и запрещать кажется чтобы они были на них того поэтому но как-то интересно конечно кое-что узнали но попытка спорить с англичанами французски она как-то очень своеобразно получается все настоящий момент в производственном капитале сложилась такая ситуация что это есть который является производственником потихоньку становится таким же эксплуатируемым финансовым капиталом то есть в этом произошел феномен что те люди которые развивали они в итоге стали рабами и заложники собственной системы впечатления впечатления все замечательно все отлично жалко мало вопросов некоторые спали мало участников которые включились и самое важное что я надеюсь что больше я лекции читать не буду а будет читать другие люди которые здесь сегодня присутствуют есть хотим быть доверить можно да ну лично для меня присутствие дискуссии это совершенно новый опыт я лично посещаюсь причем на кружке здесь я могу сказать только для меня как человека теоретически неподготовленного к всем этим делам единственная проблема это столкновение разных мнений я бывали моменты когда можно запутаться что вот вроде один человек говорит действительно правильные вещи и другой правильные вещи дезориентирует на самом деле так или иначе дискуссии это действительно необходимая вещь которую нужно проводить в таком основном ну я могу себе поддерживать макар и что даже если есть разные мнения они помогают собрать свое мнение это тоже очень важно особенно молодому поколению хорошо я тогда тоже скажу что я благодарен то что действительно все собрались в нашем замечательном заведении вот ожидалось что будет больше больше соответственно человек но с другой стороны в этом есть некоторый плюс мы затронули такую очень тему в которой у нас есть такие острые моменты далее ну и хотя бы вот даже у нас малом количестве мы все равно растянули это на два часа так как Евгений обещал доклад на пятнадцать минут ну да хотелось бы да формат немножко надо было все таки доклад вопрос ответ сделать вот мы немножко сумбурно вели но мне очень нравится что мы потихонечку настраиваем вот эти вот контакты с вами да собственно это интересно полезно хотелось бы да действительно чтобы это все вылилось в нечто более такое дискуссии вели в том числе ни один ни два постоянно одни и те же люди да я думаю что мы с Евгением что мы на следующий раз придумаем найдем интересных докладчиков или в нашей организации вот соответственно вопрос я тоже думаю что не будет ничего злободневного на самом деле здесь мы вскрыли прямо так сказать серьезные в том числе противоречия и мне кажется и не было в некоторых наших взглядах да с другой стороны посмотрели о современных аспектах всем большое спасибо что вот у нас сейчас погода нас ждет там приходите еще я думаю что время будет сохраняться да приводить да ну и мы говорили о том что деньги это очень важно да